Друзья, всем привет! Привет, серферы, бездельники, боевые, девианты, кельты, кто там у нас еще? Медоеды. Медоеды, да. Короче говоря, всем привет! Всех, кто смотрит наш и ваш любимый канал, всем привет! Альфа и Мега начинают свою созидательную деятельность. У нас 15 марта сегодня и у нас интересные гости традиционно. Николай Фельдман, слева от меня, справа от меня Ярослав Арманчук, экономист, представитель австрийской школы. Экономическая школа. Экономическая школа, да. Мы из Украины. Да, мы как раз обсуждали, это фон Мизис, Хаек, это все, или Гаек, как скажут, венчей транскрипции. Короче говоря, это все вот эти люди, которых… Украинцы, Мизис украинец, львовьянин, Шумпетер украинец. Украинская мировая экономическая школа, я бы сказал. Да, Шумпетер, кстати, тоже великий. Да, абсолютно. Величайший. Без привлечения. Вот. И у нас будет, потом включится с 18 Долинский Денис, тоже как бы вот по этой теме, у него там есть интересные соображения позаявленные. Потому что мы сегодня будем рассматривать экономику, и в разрезе, первый час, полтора часа даже, у нас пройдут в разрезе кризиса в США. Хотя, возможно, это и не кризис будет. Скажем так, в том формате, как ожидали в 2008 году. Прижай, несерьезный. Но он может быть и серьезнее, чем в 2008 году. Могут они его опять оттянуть. Ну, короче говоря, посмотрим. Сейчас вот об этом мы будем говорить. Значит, мы будем говорить о крахе банков США в более широком плане, о финансовом кризисе, как это отразится и на США, и на Украине. Долинский обещает о новой глобальной финансовой системе, которую штаты сейчас будут запускать. И потом у нас неожиданно, мы сначала договорились, потом отменилось это, потом опять договорились. Евгений Дыхне, мы с ним поговорим об управленческом коллапсе в Украине. Потому что он как топ-менеджер, который всю систему знает изнутри, он как раз покажет, почему кластеризация экономики, которую по уму нужно сделать, стратегическое планирование, вот это все разбивается об управленческую потенцию, идиотизм нашей системы, тупость и жадность, алчность правоохранительной системы. Так что он где-то включится в 18.30. Вот такой на сегодня порядок будет. Ну что, Ярослав, давайте начнем. Давайте. Банкротство Silicon Valley Bank, как бы там, да, оно так всколыхнуло, взбодрило многих. Многие начали говорить о том, что это вот как Лемон Бразерс. Более того, там, как оказалось, еще люди, которые Лемон Бразерс управляли, они и в этом банке. Самое интересное, что там один из банков, который банкротился по имени Фрэнк, один из спонсоров Dot Frank Act, то есть того законодательства, которое после банкротства банков должно было не допустить банкротства банков, обеспечить здоровье финансовой системы. Так что там… Он в этом банке работал? Нет, он в другой, там же три банка уже банкротилось, и вот Фрэнк как раз работал в одном из трех банков, которые уже склеили Last. Да, то есть там по сути вот Silicon Valley банк как бы грохнулся, потом Silvergate. Silvergate и еще один там какой-то там… Да, тоже на S. Тоже на S. Да, 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 да. Вот, и в чем Циме ситуация? В том, что они же работали со стартапами там в Силиконовой долине, и оказалось, что многие стартапы через них вот именно как раз получали ресурсы и критически зависели вот именно от поддержки этих банков. На самом деле, если взять немножко исторически, да, то 2008-2009-2010 годы, вот это был период, когда американские законодатели задумались о том, как же сделать стабильной всю финансовую банковскую систему, потому что до этого мы помним, там, этот subprime mortgage, кризис, который привел, собственно, к Lehman Brothers и очищению, к укроплению банков, и надо было принимать какие-то законодательства, чтобы как бы минимизировать риски подобного вот рецидива финансового краха или банковского краха. Они приняли этот Dodd-Frank Act, который там большое-большое законодательство, и сказали все. Причем тогда Бернанке, глава ФРС, четко сказал, что мы принимаем там меры экстраординарной денежной политики буквально там на год-два, это значит увеличение баланса Центрального банка, мы поддерживаем финансовую систему, а когда вот это все закончится, горячая стадия, то есть когда температура собьется, там кровь остановим мы, все мы вернем на место, да. И легко было на бумаге, но на самом деле все было совершенно не так, и вот за эти 15 лет баланс ФРС увеличился там по максимуму, было, по-моему, 12 триллионов, сейчас он был 9. Почему начали 9? Потому что было 4 количественных смещений, Quantivising, да. И вот когда уже последнее заканчивалось и вышли на уровень, значит все, что больше нельзя, да, случилась фискальная ловушка или фискальная бомба. В экономику было влито там порядка 3,5 триллионов долларов денег от правительства на поддержку от COVID, да. И вот это вот добило вот ту хрупкую такую положение, которое было, и естественно это выстрелило в виде инфляции. А инфляция это такой зверь, который вот они 15 лет не могли его разбудить. Вот разбудили, выпустили джина из бутылки, и вот он начал уже проявлять, бить рекорды с 40-летней давности, как мы помним, это все уже известно, там 6, 7, 8. И вот многие теоретики ошибались, что эта инфляция носит переходный характер, что она за полгода, за год вернется на 2%, потому что 2% это там уровень стабильности цен. Судя по тому, что ФРС делает, судя по тому, что прогнозируют все международные организации, МВФ, ОСР, Европейские банки, Всемирный банк, снижение инфляции до уровня 2 будет в 26 году аж. То есть это на самом деле реально серьезная проблема. И инфляция вышла на первое место среди списка всех проблем Америки. То есть это не то, что там большие финансовые организации, крупные корпорации, это проблема каждого американца. Американцы просто разучились, они не понимают, как это такое. И естественно это был период, когда тестировали на самом деле целый ряд теоретических денежных теорий относительно того, что деньги уже отвязаны, вернее инфляция из состояния денежного рынка отвязана от денежного предложения, денежные инструменты такие сложные, такие мы так умеем им управлять, что инфляции никогда не будет. И вот было много обложек где-то во второй половине 2010-х. Economist, Business Week, Bloomberg, что типа все, inflation is dead, ребята, все нормально. Вот она, мы как раз наблюдаем то, что писал великий Мизис в книжке «Теория денег и кредитов», о том, что мы говорили австрийской экономической школе, что на самом деле, сколько бы веревочкой не виться, но в конце концов, если ты нарушаешь законы денежного предложения, денежного обращения, то инфляция рано или поздно вылезет. Вот она вылезла. И Джером Пауэлл, глава ФРС, естественно, принимает адекватные меры. Вот повышение ставки от 0,25, дефакто от 0 до 4,5, да, это как раз то необходимое, для того, чтобы сократить денежное предложение, убрать лишние деньги с рынка, давление. Но, как мы понимаем, это вот когда ты 15 лет находишься в режиме бесплатных или супер дешевых денег, у тебя появляется совершенно другая система мотивации. У банка, вот этого Silicon Valley Bank, как у многих десятков других финансовых организаций, перестроились бизнес-модели, да, то есть когда ты, у тебя, ты деньги не считаешь, да. Представляете, вот вы строите дом в системе, когда коммуналка дорогая, один дом. Когда вы строите дом, когда коммуналка бесплатная, помните, в Советском Союзе было 4 копейки. Ну, кто-то обращал внимание на 4 копейки. Мы открывали окна, потому что жарко. 400, 400, 500 метров. Вот тоже самое было. И, собственно, вся модель банковского регуляторного рынка построена была на том, что эти деньги будут дешевыми или бесплатными, или даже негативными. Помните, был достаточно продолжительный период отрицательных процентных ставок, когда деньги, в общем-то, тебе еще доплачивали, чтобы ты взял кредит. И вот эта вот ненормальная ситуация, или как сказала Джанет Йеллен, которая сегодня глава Минфин возглавляет Америки, она говорит, ну все, ребята, пора как бы вот эту новую реальность как-то приземлять. Они начали приземлять, потому что борьба с инфляцией, значит, и правительство понимает, что жить в режиме дефицита больше триллион долларов опасно. Долг американский там уже 105-110 процентов ВВП. Долг, как вы знаете, там по студенческим только займам полтора триллиона. Долг по кредитным карточкам триллионы долларов. Если ничего не делать, то в 2028-9 году банкротство Mary Kay Medicaid, это медицинская страховка государственная. 2035-38 год банкротство в social security. Это гигантская пирамида, которая раздувается, раздувается, и вот к триггерам того, что сегодня мы наблюдаем, это только первая стадия вот этого вот кризиса, который может развиваться совершенно по разным траекториям, зависит от поведения. Но данный конкретный банк, да, он делал все по регулированию. То есть надо что понять. Это не потому, что банк что-то нарушал. Он работал согласно Дот Фрэнку, согласно всем тем регулированиям. Причем он имел A рейтинг от S&P, он имел рейтинг от KPMG, все нормально было, все хорошо. Тот же Джером Пауэлл за неделю до этого, наверно там шляпу свою съел, говорит, что банковская финансовая система Америки в великолепном состоянии находится, ничего не грозит, мы эффективно работаем с инфляцией, и мы войдем в режим низкой инфляции без никаких последствий. У нас будет низкая безработица, у нас будет все стабильно, все хорошо. То есть это было опять-таки то допущение, которое не оправдалось уже совершенно очевидно. Напомню, что тот же Джером Пауэлл признался в совершении теоретической ошибки, когда он говорит, что они поверили в транзитивный переходный характер самой инфляции. И сегодня они собрали все, вот когда в субботу это случилось, они в воскресенье экстренное завещание, тот же Байден утром в 9 утра встает и успокаивает нацию, и он на самом деле не решает проблему, а просто действует как пожарник, которому нужно просто там четко затушить пожар или как врач, у которого есть кровотечение, и он просто в режиме там экстренном останавливает эту кровь. Остановить кровь они ее остановили, но и вот там сейчас мы должны осознать объем или размер, размах этой проблемы, которая есть в банковском финансовом секторе, а потом и во всех остальных, потому что понимаешь, что банковские дела это всего лишь верхушка айсберга. И капитализация банков уже минус почти полтриллиона долларов, в списке американских финансовых изданий ходит список 30 банков на вылет, собственно, которые могут обанкротиться. 30? 30, да, 29, по-моему там 30, то есть там написано. Но самое интересное будет, вот тоже я внимательно наблюдаю, за Credit Suisse. Да, рухнули на 30 процентов акции. Вот, и это только акции. Почему? Потому что поведение Credit Suisse уже около года вызывает проблемы, озабоченность, как когда-то была Commerzbank, Deutsche Bank, тоже спасали через разные схемы, да. И если вот дойдет, когда спасаешь ты банк 250 миллиардов долларов капитализации, для Америки это, ну, на самом деле копейки, да. То есть эта проблема не такая большая. Но когда ты, вот эта вот ржавчина или токсичность доходит до системообразующих банков мира, вот, да, то есть это уже совершенно другой момент и вот здесь может быть лавина какая угодно. Давайте я зачитаю. Вот здесь ловость как раз по Credit Suisse. Проблема в чем? Один из крупнейших свитчатских банков Credit Suisse выявил существенные недостатки в своей финансовой отчетности за 2021-2022 годы. Об этом говорится в отчете, в годовом отчете организации. На фоне краха трех крупных американских банков и собственных проблем Credit Suisse уже предсказали блокировство. Он должен был облорудовать свой годовой отчет еще 9 марта, но отужил публикацию после претензий комиссии по ценным бумагам и биржам США. У регуляторов, в частности, возникли вопросы к отчету банка по потоку свободных средств в 19-20-е годы. Согласно отчету Credit Suisse, руководство банка сошло неэффективным внутренним контролем над финансовой отчетностью, поскольку не смог должным образом оценить и выявить потенциальные риски. К такому же выводу пришла аудиторская компания Прасова Таркаус Куперс, которая занимается аудитом отчета Credit Suisse, говорится в отчете. При этом в банке подчеркнули, что выявленные недостатки не повлияли на финансовые результаты организации в 2022 году, когда Credit Suisse завершил с убытком 7,3 млрд франков, почти 8 млрд долларов. Это ухудший результат со времен мирового кризиса 2008 года. Да, то есть мы говорим про законодательство. После того кризиса в конце 2000-х появилась очень интересная законодательная категория. Банки системообразующие на национальном уровне, банки системообразующие на международном уровне. Это все утверждается, списки эти есть. И вот когда помимо их еще есть коммерческая структура корпорации, которая входит в категорию too big, too important to fail. То есть слишком большие и важные, чтобы обанкротиться. Получается, что это к вопросу управления рисков, что такое капитализм, что такое ответственность сейчас на собственной стене. И вот идут сейчас споры между разными организациями, разными мозговыми центрами относительно того, а правильно ли банк Байден тот же сделал, то есть, грубо говоря, правительство, сказав, что мы спасаем полностью этот банк и всех вкладчиков мы успокоим. Почему? Потому что 89% вкладчиков этого банка не застрахованы. То есть, грубо говоря, есть застрахованные люди, которые там платили деньги какие-то, соответственно, это динеры и там им, соответственно, будут выплачены эти 250 тысяч согласно законодательству. А другим платить или не платить? Платить 250 тысяч и платить все, что у них есть. А клиенты там не простые, а клиенты там из Кремниевой долины. Ярно, что не blue color, не эти голубые воротнички. Я же так понимаю, что они не за счет депозитов какие-то зарабатывали. Не-не, депозиты там в нуле почти. То есть, банк просто, вот есть обязательства, есть активы. Обязательства были, значит, очень большие. Причем, когда ты покупаешь гособлигации. Гособлигации тогда стоили там 2-3%. Сегодня гособлигации стоят там 5-6%, а то будет еще больше. И, соответственно, кому ты можешь продать эти гособлигации с такими условиями? Это просто ну попадалово. И вот это вот вроде бы такая невинная штука, как повышение стоимости денег ФРС. Оно имеет гигантское влияние на рынок долга, на рынок недвижимости, ипотечного кредитования. Потому что она радикально меняет стоимость обслуживания этих денег и делает вот старые долги просто ну очень плохими. Так вот, для того, чтобы представили объем возможных проблем, да, застрахованными вообще все кредиты застрахованные в банковской системе Америки 17 триллионов долларов, не застрахованные 7 триллионов долларов. То есть, когда мы говорим про там условно 150 миллиардов долларов, это ну по сравнению с тем, что может быть, если случится вот это лавинообразное или какой-нибудь банковский кризис, это конечно же копейки, да. И заметьте, что это же не то, что чисто американские, вот европейские банки, вот уже японские банки. То есть, это вся глобальная система, которая завязана в один угол. Финансовая инфраструктура мировая. Да. А вот смотрите, Байден в понедельник сказал, что не будут привлекаться деньги налогоплательщиков для погашения этого кризиса, а только страхового фонда. А как это вообще возможно? Байден, мягко говоря, занимается политическим словоблудством, словоблудием, да. Да он успокаивает, я так понимаю, просто американцы успокаивают. Нет, он врет или нет, он все деньги на урегулирование кризиса поступят из страхового фонда. Я же мягко говорю, в 2-3 недели все сделаем, как наш друг говорит, да, так и здесь. То есть, это попытка успокоить, и на самом деле это попытка, и вообще, это должен был бы говорить там, условно, не президент, а люди, которые отвечают за банковскую систему. Тот, Джером Пауэлл, которого нету, да, или люди, которые занимаются страхованием вкладов. Ну, смотрите, по Пауэллу тут есть инициатива вообще, что Пауэлл, который поддерживал закон о смягчении банковских правил, таким образом причастен к краху банков. Ну, особо смягчения не было, было определенное, скажем, смягчение для отдельных структур. Но смотрите, когда в 2010-х в начале из-за принятия Дода Фрэнка увеличивается регуляторная нагрузка на банки. Многие мелкие, средние банки обанкротились, слились. Что ожидают сегодня? Опять-таки, если будут введены дополнительные требования по регулированию банковской системы, что будет опять-таки? То есть, первая категория, самая безопасная для любого человека, это системные банки, too big, too important to fail. То есть, если там есть 20 банков, они полностью гарантированы, в любом случае государство, центральный банк спасет. И что происходит, если мы с вами, обыкновенные вкладчики, что делаем? Если мы там имеем вклады у каких-то там маленьких или средних банков, региональных или там каких-то других, понимая, что происходит в финансовой системе, мы забираем банки, вклады оттуда и принесем им в банки большие, которые находятся под защитой государства. Это есть перераспределение потока в результате, на мой взгляд, очень нехорошего регулирования управления рисками. Государство выделяет белую кость, говорит, ребята, вот этим индульгенция, менеджеры могут быть совершенно разные. Кстати, в одном менеджере этого банка был кто-то из London Brothers тоже самое. Да, да, да. Поэтому они опять, вот, законодательство всегда, оно не может исправить то, что когда-то делал рынок. Они сделали правила игры, но сделали разные для разных, значит, игроков. Для больших не составляет никакого труда нанять юристов, нанять аудиторов, договориться с сильными мира всего и, собственно, управлять этими до конца. И когда будут валиться маленькие банки, они совершенно спокойно могут, как вот купили за один фунт в Британии этот банк, который Silicon Valley Bank, подразделение. И все нормально, за один фунт купить банковскую инфраструктуру, совершенно спокойно. Я же увидел, что в Банков Америка, значит, побежали вкладчики за этих банков миллиарды долларов. Да, да, вот я про это говорю, что идет укрепление. Потому что он под защитой. Да. Но СВБ, он же не был маленьким банком. Не, ну 16 банк по размеру, да. Ну, конечно же, там не маленький. Но я говорю, что по сравнению с топом или хедж-фондами, или инвестиционными компаниями. А давайте про хедж-фонды. Как раз вы сказали, а я вижу публикацию на CNN Business. Засновник Bridgewater Associated Ray Dalio у второго дня попередил инвесторам, что глобальную финансовую систему чекает еще больше проблем. Далее о своем бюллетене сказали, что крах СВБ був моментом канарейки у вигильной шахті, який матиме наслідки в ончурном освете далеко за его межами. Агресивно підвищиваючи процентні ставки центральні банки започаткували нову еру для світової экономики, сповнену наслідки скорочення боргової та кредитної индустрии. Я думаю, що це дуже класична подія в дуже класичній частині короткострокового боргового циклу. Що лопає бульбашку? Написав далі. Цілком імовірно, що за банкротством банку виникне ще багато проблем перш ніж завершиться фаза скорочення циклу. У двох словах, мені здається, що наступні два роки будуть дуже ризикованим періодом. Далі він известен тим, що він у нього висказує такі нетрадиційні критичні оцінки в відношені бізнес-цикла, в відношені венчурного бізнесу він критикує. Він якби із тих, які, скажімо, кажуть, що завжди буде кризис. Ну, пардон, ще потрібно сказати, хто він. Рейдаліо, це відвістний чоловік в Міре Фінансів книжки пишет, він реально мільярдер. Принципи советую всім прочитати. Всегда можна читати різних людей, там тоже Баффетта і Рейдаліо. Рейдаліо, разное. Смотрите, первое, що у мене є, там, коментарий к Ідаліо. Два года. Я думаю, що ситуація буде зависити от того, от как, знати, у нас шахматна доска, там фігура, а тут у нас дуже багато факторів і дуже багато игроків більше. І ми, наприклад, в цій ситуація предполагаємо, що ФРС начнете п'яту частину количественного смягчення. Тому що, деякі відкуди брати на спасення цих багато мільярдних банків? Значить, треба, опять-таки, ввеличувати баланс і роздавати гроші. Тому що, в бюджете, там, гигантская дра. Тобто, п'яту? Более того, повішення процентних ставок – це плюс триллион, полтора триллиона к обслуживанию долга государства США. Тобто, не просто такая штука маленькая. Тому що, у них долги больші, коли процентна ставка, там, 0,25 – це одні ціны. А коли у тебе там ставка, 5 – це вже зовсім другое отягощення бюджету. Вот, це буде. І, відповідно, Джером Пауэлл, він буде як Волкер? Він буде як Бернанке вести себе? І він буде вести себе як чоловік, який не захочет брати відповідальність за падення, за крах финансової системи, який реально може бути. За цей аваланш, як Бернанке сделал. І ніхто цього не знає. Тобто, він себя ведет так, він неделю назад говорить, що ми должны більш агресивно вести себе на рамках денег, тому що інфляція по-прежному високая. І ми говоримо, не виключаємо там повышення процентної ставки на 50 процентних пунктів, на 0,5-0%, а сегодня, понятное дело, він цього робити не може. І вопрос, що вже буде? Тарас, навіть якщо вони сьогодні не повышать не будуть, а будуть, условно, снижати, то ми всі помним і знаємо, що случилось при условіях високій інфляції і сниження процентних ставок на примері Турції. 85-1% годової інфляції. І це гігантська проблема, тому що інфляція – це той налог, який перекладає деньги з одного кармана в інший. Причем страдають 97%, а 3% є бенефіціарами інфляції. І може бути… А якщо, наприклад, ФРС сдержиться, і європейський інфляційний банк теж достаточна так буде держати удар, і вони допустять банкротство, по крайній мере для того, щоб, ну, наказати людей за ірраціональне вот це поведення такое, за неправильне управління рисками, тому що… Що такое ринок? Ринок – це коли нету советського статистического принципа, да, приватизація прибыли, а націоналізація убитков. Як в американському «socializing» «losses». То есть, то, що відбувається, це, грубо говоря, применення советського принципа к американській рыночній економіки. Многі вже кажуть, що все, якщо тут ще ми не будемо сохранять якісь принципи, то следующий шаг – це буде просто ну, тогда націоналізація банків, що ли. Ну, а якщо вже йти в чистій такій ринокній логіки, як це було, допустимо, там, в ревущих 20-х, да? В ревущих, в конце 20-х, 20-го века? 20-го века, я имею в виду, да, вот когда этот, господи, это Ди Каприо с этим… А, в этом? На цих вечеринках, как бы… Как этот фильм называется? Я знаю… Олана Дел Рей, трек написала… Гэтсби, да, Великий Гэтсби. Грейд Гэтсби – это ж… Федераль, да, да, Федераль. Федераль, да, да, да. Федераль, да, да. Так вот, потому что там кто-то обанкротился, структуры очистились, появились новые на рынке, и все. 29-32 год, например, того, как не надо управлять деньгами. И опять-таки там разные исторические описания есть. С одной стороны, есть классический труд Фридмана, который написал «Монетарная теория», «Монетарная история США», есть Бернанке, который разобрал это событие, а есть и Ротбард, который написал «Великая депрессия, крах» по пунктам, в чем, собственно, федеральная система и спровоцировал этот кризис, особенно, когда они, с одной стороны, пытались как-то зацепиться и сохранить золотой стандарт, какую-то якорь, чтобы было с другой стороны, просто уже закатилось много-много денег на разные госрасходы. И в конце концов, получилась такая социализация американской экономики, Рузвельт, с регулированием цен, регулированием заработных плат, квотированием, всем прочим, то есть всем тем, которое не сократило и не сократило и сдержки выхода из кризиса очищения, наоборот, увеличило и воду, там, растянуло кризис на 15 лет. Вот это вот одно из самых таких событий, которое требует… Но у них же была там полная задница, 25% безработных, то есть… Да, это было несерьезно, была проблема, было, опять-таки, когда вот все, финансовый рынок начал отрываться полностью от реальности, вот, и, там, говорю, когда каждый таксист уже начал, каждый вахтер начал заниматься ставками на фондовой бирже, это, конечно, уже стало явно признаки перегрева. И вот сейчас говорят, например, признаки перегрева, которые есть, да, вот буквально там в конце года опубликовали список перегретых рынок недвижимости. Самый перегретый рынок недвижимости в Торонто, например, в Канаде, там какие-то индексы есть, там два с половиной, три раза, то есть, очевидно, деньги куда-то должны идти, бесплатные, да, вот они идут в недвижимость, идут в, опять-таки, вот и coins, там, и эти протяжные ресурсы, они идут в венчурные, вот, опять-таки, венчурные ребята, как помните, в начале двухтысячных были эти доткомы, да, то же самое, денег там было в вагон просто, они не знали, что с ними делать, и вот это все быстро росло, 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 вот, фондовые рынки, опять, на каком уровне смотрим мы, там, достаточно высоком, и все настолько, вот, знаете, когда, если fundamentals, говорят, фундаменты компании хорошие, да, там, у тебя есть вот баланс, есть прибыль, есть управление сдержками, такие-такие, а ее так просто низко вернешь, да, там, акции могут упасть, но, тем не менее, у нее есть, есть что показать миру, а когда ты, вот, элемент это такой воздуха, да, который ты надуваешься, да, конечно же, есть тут очень высокие риски, что ты можешь потерять все, особенно вот то, что отличает сегодня от состояния 2008-2009 года, первое, это высокая инфляция, тогда ее не было, второе, это огромный уровень долга государственно-корпоративного и домашних хозяйств, тоже, которого не было 15 лет назад, да, и сегодня, в отличие от того времени, есть совершенно другие геополитические риски, то есть, есть Китай со своей политикой, мы ее все прекрасно понимаем, есть война России против нас, есть Европа тоже в долгах, шоках и потери конкурентоспособности, и вот это вот все вместе создает уникальность, да, и поэтому говорить, что там будет как в 2008 году, пока рано, будет как там в 29 году, пока рано, то есть, разные варианты могут быть, и мы, да. Да, я просто, вы договорили, все равно я не перебивал, но момент какой, смотрите. Подожди, пусть полайкают эфир, потому что опять халявят, но вот не напоминаешь, и все сидят, вот полайкать эфир, у нас уже почти полторы тысячи человек смотрят, а полайкали все, 348, вот, а мне, а эта тема коснется всех вас, дорогие мои, если вы думаете, что это все по поводу штатов, как раз мы к этому придем, да. Да, мы же сейчас медленно, но верно идем именно в этом направлении, поэтому внимательно слушайте, тут уже начинают спрашивать, так что, доллары снимать или что? Да он уже побежал. Не паникуйте. И правильно делает. Так, вопрос, смотрите, какой. Бен Бернанке, как бы, что в 2008 году в кризисе был представителем ФРС. Государство, да. Да, государство, и сейчас остался. Регулирование вроде как бы вводили, но результат налицо сегодня. Сейчас Пауэлла уже, Бернанке же нету сейчас Пауэлла. Бернанке же давно нету, он со своим вертолетом. Еллен была. А кем он сейчас есть? Бернанке есть профессором. Он комментирует как? Не-не, он уже давно не ФРС, ты шел. Бернанке ушел, после него был Еллен два срока, а сейчас Джером Пауэлл уже второй срок. Ага, он, он является. Ну просто, ну как, комментирует, Светоч, Светоч. Да, да, да. Они же все были главами ФРС, вот они уходят, как президенты говорят, бывшим не бывает. Ну хорошо, добро, смотрите, получается, и они комментируют, они влияют на ситуацию, как бы, и они не понесли никакой ответственности за ту историю, соответственно, не понесет Пауэлл, как бы, вся эта когорта Уолл-стрита, которая влияла на собственные заработки в плюс. К сожалению, да. И в минус на, как бы, рынки, на инвесторов, они же, в общем-то, и остались внутри этой системы. В Америке тоже нет справедливости. Знаете, вот вопрос справедливости. Да, да. Так, нет, 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 я к чему, я к чему. Получается, что этот вот кризис 2007-2008 года, он как бы не научил, получается, американское государство и американскую эту систему всю финансовую, и его повторение сейчас, оно наверняка может нести еще больший масштаб какой-то. Я бы сказал, что они извлекли совершенно неправильные уроки, да, потому что есть, например, вот в 2008 году, помните, когда королева Елизавета спросила, ну, блин, вы тут такие экономисты, модели все, почему никто не предсказал, почему никто не говорил. Это реально был вопрос, который стоял, и тогда вот те люди, которые представляли мейнстрим, вот монетарная теория, экономикс и так далее, и так далее, они, ну, пытались каким-то образом выйти из положения, потому что там, ну, словно, когда вы строите какие-то модели предсказанные, и до событий 2008 года целая, там, CNN, CNBC, Bloomberg, там, все-все наши эти вот монстры, да, они все говорили, никакого кризиса не будет. Те люди, которые там, 3-4 человека, которые Рубини был, потом Питер Шиев был, пару человек еще было, которые говорили, ребята, вот состояние рынка таково, что обвалится. Да вы паникеолог. Я тоже в марте. Ну, конечно, надо вписать ваше имя в список больших, крупных экономистов-прогнозистов, да. Но вопрос в том, что тогда вот надо было, вот опять, есть политическая целесообразность, да, когда они говорят, ну, все, мы экстраординарные меры принимаем на год, а потом мы, собственно, вот очистим авгиевые конюшни, потушим пожар, там, остановим негатив и начнем возвращаться к некой новой нормальности. Не было этого. 15 лет это было тотальное искажение. То есть это было первое, вот то, что, даже удивительно, в марте, вот я слушал презентацию книжки, которая определяет, то есть это вот, есть денежно-современная денежная теория, monetary theory, да, это такая не денежная, не монетарная, не теория, а просто набор благих пожеланий на предмет денег, да. А вот сейчас появилась очень интересная теория от парня, который и в Беркли был, и в Чикаго, и это называется фискальная теория инфляции. Суть ее в том, что есть, она приравнивает долг государственный, государственные финансы к деньгам. Вот, и получается, что в случае, если там ты строишь какие-то модельки уравнений, да, то не имеет значения, ты либо эмиссию денег делаешь, либо просто долгом занимаешься. И это очень опасная штука, которая на самом деле, она уходит, уводит нас от корней, что такое деньги. Такая алхимия финансов. Алхимия финансов, алхимия госрасходов, алхимия долга. То есть получается, вместо того классического того, что мы знали все про природу денег, да, появляются совершенно другие интерпретации, которые очень выгодны для банков, для Уолл-стрита, для крупных людей, которые вот имеют статус защищенный, знаешь, как в этом «Три мушкетера» было, на тебе индульгенцию на убийство, лайсенс ту килл и 007, да. То же самое здесь. Есть банки, которые говорят, ребята, вы можете делать все, что угодно, но мы все равно вас спасем. Какого у тебя управления рисков может быть? Зазначают людей, которые просто делают совершенно другие вещи. Там, как люди издевались над этим руководством этого Silicon Valley Bank. Буквально за неделю до этого они не готовили там балансы, не готовили какие-то меры против вот такого развития ситуации. Они занимались там экологической повесткой дня, гендерными вопросами. То есть они были в ESG вот в том, что политически корректно, волк, калчер, вот они распространяли ее вместо того, чтобы заниматься финансами. Вот. И, конечно же, вот после 2008 года, вот то, что мы видим по этим всем показателям, который сказал, инфляция, долг, разный, да, фрагментация глобальной финансовой системы, грохнуть может очень-очень сильно. Но заметьте, как только американцы начнут печатать деньги, если мы начнут, это мы увидим, потому что по балансу ФРС они обязаны показать, это называется феномен валютная война. Потому что если американские корпорации, американские банки получают первыми новые доллары, что мы получаем, мы получаем искажение курсов, особенно если, например, валюты привязаны к долларам, соответственно, они начинают дорожать. Если начинают дорожать, их экспорт становится менее конкурентоспособным. Значит, доллар по отношению к евро будет там не 1,08, как сколько там, 1,06, как сегодня, да, будет там, сколько? 1,05 уже. Ну, 1,07. Вот это вот 2 сотых, это пока это еще мелочи, но опять-таки он может быть там качнуться в сферу 0,08, там 0,85, если Центральный банк Европы не будет этого делать. И это реально проблема, потому что, я уже не говорю про остальных, да, то есть самая большая еще проблема в том, что Центральный банк Украины, Национальный банк Индонезии или Нигерии или еще какой-нибудь другой страны, emerging, развивающиеся, скажут, ну, блин, если американцы так делают, европейцы делают, британцы делают, японцы делают, давайте мы так попробуем сделаем. И у нас выстрелит, в таком ситуации у нас выстрелит инфляция, ху, 30-50%. То есть мы вступаем в эпоху, когда самый большой вопрос, который мне задают часто люди, говорят, а в чем тогда сберегать деньги, да, и как, что, как быть, где этот сейф хэбер? Так, представляете, вот если у вас даже на депозите в Америке там или даже здесь, где там 0,1, 0,5, 1% максимум, да, то при инфляции 8 вы теряете 7% пунктов каждый год. Найдите, попробуйте тот инструмент, ту акцию, да, который гарантировал бы тихо, либо выйти как бы в ноли, либо тем более заработать очень сложно. Поэтому те люди, вот, Николай, вы правильно задали вопрос, что большие, богатые, уолл-стритовские ребята, которые работают вместе с регуляторами, регуляторы это они же, только на разных стадиях, как бы работы, да, сделали синдикат вместе с Центральным банком и регулятор при помощи государства просто убивает конкуренцию, разоряют мелочевку и потом, когда вот это все, они, знаете, когда разорил, скупил и потом после там 3-4 года вышел и ты становишься еще больше могущественным. И, конечно же, это вот есть та дисрупция, которая может ожидать финансовый рынок мира в ближайшие годы. Когда он будет, понятное дело, никто не знает, это не вопрос к экономической науке, вот, это уже спекулятивные вещи, но вот далее, постоянно говорят, что вот 2 года, многие другие люди говорят, что вот, помните, есть такой интересный скандинавский банк, как он, Саксо-банк, они делают такие wild, дикие прогнозы всегда, они тоже говорят, что в этом году посыпятся, вот, я, когда вот одну из последних книг своей писал, что вот по состоянию вообще структурной, структуры мировой экономики, по взаимоотношениях между деньгами и реальным сектором не может не быть Великой депрессии в 2020-х, не может просто не быть, не может не быть, она будет 100%, потому что, ну, сколько веревочек не видится, вот эти веревочки, когда вот, почему в 2000, там, в предыдущий кризис финансовый, там, Великая рецессия, да, она не закончилась там очищением, потому что залили, 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 и они думали, что, собственно, каким-то образом рыночные механизмы включатся и выйдут на здоровую структуру экономики, не вышли. Потом этот COVID, конечно же, он очень серьезно добавил, как бы, ускорил процессы, потому что вот раздали деньги, да, предложение было другим, там еще, помните, логистические цепочки, и все это вместе привело к тому, что создался огромный перекос на рынке между деньгами, товарами, активами, и все, вот мы имеем сейчас эти вот пузыри, и просто гадаем, да, с какой стороны прилетит, где лопнет, и что будет делать полиси-мейкер для того, чтобы нас, по крайней мере, спасти, не нас, а их спасти, потому что, помните, как фильм, вот, был, как вот, после, этот, Call, Margin Call, фильм, который, вот, там же четко описаны эти процессы, уверен, что вот, подобное заседание сейчас очень часто проходит в Америке, везде, вот, и... Слушайте, есть же и, там, документальный фильм относительно этого, Мэтт Дэймон, по-моему, озвучил, получал Оскар этот фильм, как бы, максимально, вот, сделал популярным объяснение того, что случилось, и это получается, ну, то есть, Оскар выиграл фильм, а ситуацию это ни хрена не изменило, ни в каких штатах, никто ничего не сделал. Нет, ничего не сделали, хуже стало, гораздо хуже стало, потому что, вот, отношение между, вот, вот, эта связка, спайка между государствами, крупными банками, синдикатами, Уолл-стрит, вот, помните, как, кто был министром финансов до этого, глава Goldman Sachs, да, Goldman Sachs, это структура, которая является, там, одним из воротилов, то есть, они, знаете, они, сначала, они растят в Ivy League University, в Плюща, значит, друзей своих, там, коллег, партнеров младших, потом их растут, потом расставляют кто-куда, а правила игры-то не меняются. Слушайте, ну, вот, вся бы эта история, она была бы отвлеченной дискуссией, такой, ну, про экономику, про финансы, если бы мы сейчас не были в войне, США не было бы оплотом наших союзников, государством, которое координирует всю коалицию поддержки Украины. Больше оптимально, дает нам поддержку. Ага, ага, да, да, и вот риск того, что США сейчас в какой-то, ну, не просто рецессии, это какой-то кризис, который потенциально может либо быть с тем же масштабом, который был в седьмом-девятом, либо больше. Вот я бы хотел, чтобы вы дали оценку тому, насколько вероятно то совпадение, что масштаб будет больше. Посмотрите, когда рецессия в экономике, когда лопаются банки, когда необходимы деньги на бейлаут, там, спасение вкладчиков и так далее и так далее. Естественно, в состоянии дефицита, вот буквально Байден недавно представил бюджетом 24-й год, который с гигантским дефицитом, вот, опять в расчете на то, что экономика будет расти. И когда эти планы не будут необходимо скорректировать в сторону, там, рецессии, да, естественно, многие и демократы, и республиканцы, и общественное мнение скажут, ребята, мы должны беречь каждую копейку. У нас тут вкладчики остались без денег, да, а вы будете давать деньги на куда-то. Ukraine, what is Ukraine, понимаете, вот это вот вопрос, который, безусловно, стоит. Это для нас, конечно же, очень негативно, потому что, когда, ну, сытые добрые времена, когда все идет хорошо, то, в принципе, тогда выделять даже, сколько там американцы дают, где-то 0,35% ВВП, да, вот если взять там в разных формах, да, европейцы дают там 0,2% где-то, то есть вообще очень мало, то есть мы говорим про именно долю ВВП. Но тут какие могут быть последствия вот этой рецессии, да, если рецессия в американской экономике, как у нас говорят, если американская экономика чихает, то у всех воспалений легких. Прежде всего касается это Китая. Китай завязан очень серьезно на американский рынок сбыта, и если американцы начнут там сокращать потребление, а в рецессии, безусловно, они начнут скачать, значит, потреблять меньше, значит, Китай будет продавать меньше, значит, Китай тоже будет эффект, а Китай, не будем забывать, что совокупный долг больше 300% ВВП. Я не госдолг говорю, а вообще совокупный. И он в долларах, и есть ипотечные, там, бунбушки. Больше, чем у Японии. Да, не, в Японии госдолг 270, там еще корпоративный долг, там, там, еще больше. Там, тем более, там, японцы даже на сами себе, там, они одули, это как в Сингапуре, там, 110% ВВП, но они там, это за счет, это считается пенсионное обязательство. И вот получается, значит, американцы чихают, да, Китай, воспаление легких, а представляете, вот все остальные поменьше. А с Ираном что? А с Ираном что? Так вот, и мы, и мы в этой ситуации приходим на асимметричный ответ политиков, которые должны отвлечь население и общественность мира от реальных проблем и реальных виновников этих проблем. Значит, что в этой ситуации встает на повестке дня? Чем отвлечь нужно больше всего? Помните, «wag the dog», «хвост виляет собакой». Войной. Войной. И вот это вот как раз ситуация, когда, опять, чем нам может помочь кризис, да, Байден, Wall Street, все эти ребята скажут, блин, и Украина сегодня объединяет общественное мнение мира, 75% европейцев, американцев за нас, за Украину, за победу, то есть они готовы, там, гуманитарная помощь вообще там 90 с чем-то процентов. И поэтому давайте мы поможем украинцам выиграть войну, которая является виновником всех наших проблем. Заметьте, Байден, помните, в прошлом году, или в начале этого года говорил там, каждый раз, когда он говорил, когда вот акт о борьбе с инфляцией был, закон о борьбе с инфляцией, там в преамбуле чуть ли всегда упоминается Украина и война там России против нас, как причина инфляции. Европейский центральный банк, то же самое. Любой доклад читаешь организации, все, каждая считает необходимым среди причин негативного негатива в экономике, назвать Российскую войну против Украины. В этой ситуации, для того, чтобы отвлечь внимание и одновременно заработать дивиденды в общественном мнении, как ни парадоксально, Байден будет больше помогать Украине и оружием, и деньгами, и всячески, для того, чтобы сказать, ну да, ребята, вы должны потерпеть, потому что это наш долг, помочь нашим друзьям, новым там партнерам по НАТО, нашему там стратегическому и так далее, и так далее. Ну, я предполагаю, что он может сказать, для того, чтобы в 24-м году не полностью профукать шанс остаться у власти. Что если он, например, ничего не будет этого делать, понятное дело, вот это лучше, чем, например, сделать еще одну войну, которая вообще грозит очень большими последствиями, я понимаю, что предполагаю, что это конфликт военный, вооруженный с Китаем, и там просто можно затянуться и вовлечь совершенно непредсказуемые вещи. А тут все понятно, мы выигрываем, да, тянем оружие, как мы все говорим, да, и будет нам всеобщая наша победа, да. А через, когда вот это вот, одновременно рынки там будут очищаться, структуры будут банкротиться, американские корпорации, банки могут прийти, зайти сюда и дать нам возможность, опять-таки, доступа к финансовым ресурсам, ВПК здесь сюда зайдет, и опять-таки, ну, это будет шанс отвлечь внимание и одновременно помочь американцам. А, нейтрализовать крайне негативное публичное мнение о руководстве Байдена и ФРС, Второе, мы, я говорю, как Байден, да, мы с Украиной противостоим китайской угрозе, мы... А русско-китайская угроза? Да, ну, русско-понятно, враг тут уже совершенно очевидно, да, но китайская для них это очень важно. Мы вместе с Украиной делаем переформатирование глобальных цепочек ценностей, то есть, вот у нас промышленность, вот у нас IT, вот у нас все. И получается, что спрос на Украину со стороны американцев, как ни парадоксально, кризис может катализировать. Опять-таки, мы должны в этом очень-очень хорошо сыграть, для того, чтобы вот это представить наш американским партнерам. Ну, и плюс, смотрите, они же перезапускают ВПК, у них же рекордный бюджет со временем холодной войны, где ВПК получит, там, ну, 150-200 миллиардов долларов. Немцы перезапускают, значит, американцы перезапускают, канадцев нужно, в конце концов, расшевелить. И это все реальная экономика. Да, 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 это все реальная экономика, это все деньги, да. Деньги пойдут туда, деньги пойдут в реальную экономику, и это же, ну, тоже будет, как бы, способом выхода из этой ситуации. Да, да, то есть, как бы то ни было, мы ничего не сделаем тут с этими, там, проблемными банками, страховыми компаниями, то есть, я думаю, все равно же, там, какие-то потери должны быть. Но, опять-таки, общественное мнение, вы лучше знаете меня, вы работаете с информацией, да. Что люди думают, как им это подносить. И если есть какие-то благородные, мощные, эмоциональные нарративы, которые Байден, НАТО, международные организации будут говорить в отношении Украины. Представляете, вот мы в этом году побеждаем вместе с американцами. Наши флаги на, в Крыму, наши флаги на, в Донбассе везде. Американцы все на радостях проголосуют за Байдена, скажут, нормально, молодец, он победил. А если он этого не сделает? Вот на чем могут демократы вообще проводить кампанию 24-го года, если, не дай бог, будет эта рецессия, будет схлопывание банков, финансовых секторов. У нас нету, поэтому они должны супрашивать. Возьмите оружие, возьмите деньги, возьмите наше ВПК. Потому что вы, на самом деле, можете помочь нам продлить наш политический цикл. Нет, у них все поварится, потому что республиканцы плотно сидят на социальной повестке. Они критикуют, там... Так сейчас любой бы человек, знаете, вот если бы в таком состоянии... Вот, кстати, то, что сделал Fox News, да, вот последняя, на этой неделе, да, они разослали для шести потенциальных республиканских кандидатов, да, там анкету, шесть вопросов по Украине именно, да. И Десантис разочаровал, откровенно, да. Самым хорошим был ответ и Майкла Пэнс. Пэнс, да, и Рубио. Да, ну да, он все традиционно, он лучше все понимает. Потому что, на самом деле, Десантис, он никогда не был вовлечен в внешнюю политику. Он просто там, парень еще молодой, поэтому... Да он смотрит на социологию, видит, что... Вот у Трампа нужно выиграть... Циничная какая-то история. Циничная политика. Ну, я к тому, что вот они все будут голосовать. Понимаете, американцы, вот опросы, опять-таки, Pew Research, потом Gallup, они говорят, самая губстная проблема, там, 75% от инфляции. Они не могут не бороться с инфляцией. И вот представляете, на какой растяжке стоит сегодня Пауэлл, да. С одной стороны, он отвечает за стабильность цен, он понимает, что там 6-8% инфляции – это смерть, да, нужно сокращать до двух. А с другой стороны, если он только начинает повышать процентную ставку свою базовую, тогда у него сыпятся банки и финансовая структура, и дефицит бюджета просто гигантский. Как он поступит, пойдет, грубо говоря, черными играть, или пойдет белыми играть, пойдет в нападение, пойдет в защиту, мы просто можем только гадать. Какие сценарии, вот условно говоря, как вы видите, вот вариант А, вариант Б, вариант С, да? По вероятности. Да, по вероятностям, и как эти сценарии бьют по нам. Ну, это вот угадайка, да, мы сразу говорим, что тут никакой науки здесь нету, в отличие от… Битвы экстрасенсов. Нет, нет. Я сегодня описал, что очень жаль, что из этого, из телемарафона исчезла битвы экстрасенсов, потому что, ну, смотрите, вот долгие годы, 20 лет сидели эти люди. Расковали преступления. Расковали преступления. Я говорю, так посадите их, пусть решают проблемы армии. Тебе же написали там в комментах, что они наверняка уже все работают в Генштаде. Да, да. Пусть в прямом эфире расскажут, русские планы такие, выступать в Генштаде. Ну, это мне кажется, это как бы очень успокаивает, у многих бы успокаивает. Ну, и здесь сейчас вот этот этап нашего разговора. Давайте возьмемся за руки вот так вот, втроем. Это этап нашего разговора, это вот как мы как будто сидим перед сегодняшним матчем Лиги Чемпионов и пытаемся угадать, как будет играть там Реал с Ливерпулем, да. Сценарий номер один. Опять-таки, понимаешь, что… Ливерпуль выигрывает. Ну, это было бы чудо там с 5 до этого. Сценарий номер один. Зная Пауэлла, зная Байдена, зная влияние Уолл-стрит, шансов на то, что будет жесткое, там, hard landing, да, то есть это жесткое, значит, как-то… Обрушение. Не, обрушение, посадка, жесткая посадка, практически нету, да. То есть я думаю, что все-таки ФРС ломается, он будет давать деньги, и они пожертвуют, то есть все-таки они предпочтут более высокую инфляцию, чем рецессию. Это позволит, опять-таки, то, что было в конце 2000-х, 2010-х. Банки, которые по-другому будут смотреть на свои балансы, они пересчитают свои деньги, свои активы, ресурсы под процентную ставку 4-5, а не под 2, как это было, да. И они, те, которые большие, переложатся, сделают новый портфель и выйдут еще сильнее. Таким образом отсрочатся решение программы, пузырик увеличится. То есть, грубо говоря, они, то, что плохое, они фу-фу-фу, нам не нужно, да. Они распихают его по всему миру, распихают там по средним, малым банкам. Государству тоже самое достанется какая-то часть. То есть им главное на полтора-два года до политического цикла выждать. Я думаю, что эти два года, они будут держать вот именно такую политику. Это как они с Фанни Мэй это делали, да? Фредди Мэй, Фредди Мэй, они с General Motors сделали. И тогда вот эти AIG было, это страховая компания была, которую национализировали. То есть это все государственные страховщики, государственные графики. То есть никакого там рыночных механизмов нет. Мы, к сожалению, должны констатировать олигополию на финансовых рынках Америки. Это совершенно очевидно. Второй по вероятности, это сценарий такой, который, например, то есть есть монетарная часть, есть фискальная часть, да? Монетарная политика это когда вот они процентные ставки, и они могут вот то, что попытается сделать Пауэлл, потому что он понимает губительность этого количественного смягчения 5, да? Он скажет, ребята, ладно, мы давайте сделаем, согласно закону, 250 тысяч долларов по вкладам мы вернем, потому что мы страховали, а все остальное, sorry. Помните, когда вот были банкротства кипрских банков? Там же возвращали там 60 процентов, по-моему, депозитов, которые были. То есть минус 40 процентов люди потеряли, сказали, ну все, вот, либо так, либо никак. Это вот А. Но самое главное еще вот здесь, что будет твориться с фискальной частью, с бюджетной частью? И здесь вот тоже будет большая борьба, потому что закон, который они приняли и там с помпой представили о борьбе с инфляцией, да? Либо они не будут его выполнять, потому что другая ситуация, потому что накачивание экономики сегодня там на 3 триллиона долларов, это просто реально разгонит инфляцию до очень там уровня, там, 10 процентов плюс. Но правительство, откуда надо брать деньги? У американского правительства надо резко увеличиться суммы на обслуживание долга, да? Потому что 4,5 процента уже ставка, и это не то, что раньше было. Значит, надо будет либо налоги повышать, а налоги повышать какие? И опять-таки Трамп говорил, ой, этот Байден может пойти на что? На то, что он огласил, на повышение налогов на богатых. То есть он говорил, ребята, надо, чтобы вы, то есть 3 процента, когда вы платите ставку подоходного налога, а это реальный факт, да? То есть там это вот Безос 3 процента заплатил, там многие другие топ-миллиардеры платят подоходный налог по ставке 3 процента. Это все согласно закону, они еще не обманывают, просто так устроено законодательство. Вот, и вот тогда это тоже будет популизм, и что будет тогда со стороны богатых людей корпорации? Они будут искать те юрисдикции, и опять-таки это шанс для Украины, которые могли бы принять их деньги. Ирландия. И забрать вообще навсегда. Друзья, на самом деле мы живем в мире конкуренции юрисдикций. Ирландия ее великолепно выигрывает, потому что вы знаете, что ВВП Ирландии, это страна, которая имеет больше 100 тысяч долларов на душу населения, потому что она сумела договориться с большими Apple, Facebook, Alphabet и так далее, и так далее. Почему бы нам не воспользоваться этим шансом и представить благоприятнейшие условия, и юридические, и правовые, и судебные для тех компаний, которые будут искать safe haven? У меня только лезут всякие неприличные шутки в ответ на это. Почему? Не-не, я понимаю, что я просто говорю, что это шанс, теоретически, да? Но мы, к сожалению, имея вот такое законодательство, и я напомню, что Украина по индексу финансовой открытости, который определяет свободу перемещения капитала из страны и в страну, на 169-м последнем месте в мире. Ну нормально. И нам перейти из категории этой в категорию топ-30, но это надо поменять полностью вообще монетарную, финансовую и регуляторную политику. Смотри, выведем Дениса, он уже на связи. Он может думать, потому что у него как бизнесмен, он смотрит эту ситуацию, но еще и зарабатывает в этой ситуации. Привет, Денис. Добрый вечер. Звук включите. Да, нам в студию, пожалуйста. Звук включите, нам в студию. Уже есть, говорят. Добрый вечер. Очень понравилась ваша дискуссия. Спасибо за гости. Я просто получил огромнейшее удовольствие, слушая вас. Спасибо. Ну давай теперь успокоительно или не успокоительно. Вот ты смотришь на эту ситуацию как бизнесмен. И мы с тобой просто проговаривали перед эфиром. Точнее говоря, даже не перед эфиром, а еще за пару недель ты кидал мне всякие интересные графики. Собственно говоря, почему я тебя решил вывести в эфир? Потому что ты говоришь, что в этой ситуации Штаты будут ее использовать как и в ходе и после Великой депрессии. Для того, чтобы перестроить и свою финансовую, и экономическую систему, ну и собственно говоря, и глобальную архитектуру. И я здесь согласен на том, что война в этих условиях является отвлекающим маневром. Я это все писал в своем докладе, который, к сожалению, вы не цитируете, но глобальный суперкризис и риски для Украины. Обязательно нужно вас вручить. Друбини и Юрия Романенко. В апреле 2008 года Рубини не дотянул до меня, к сожалению. Но ладно, я не тщеславный. В 23-м году исправь. Денис, твоя версия, что они будут делать? На сегодняшний день вы видите, как начали сыпаться американские банки. И это же как бы звоночек, в принципе, всей финансовой системе мира. За американскими банками резко последовали европейские банки. И это же как бы только начало пути. Всегда самые такие технологические банки, они терпят первые тревожные звоночки. Сегодняшний, например, вы уже проговаривали ситуацию с Credit Suisse. Такая же ситуация с BNP Paribas. Сегодня BNP Paribas тоже показал падение. И это же как бы, можно сказать, вторая неделя. После, скажем так, событий, которые должны были начаться на прошлой неделе. Всегда дно рынка нащупывается в течение ближайших 3-4 недель. То есть нас еще турбулентно ждет на протяжении 3 недель. И то, что Америка строит новую финансовую архитектуру мира, это да. И они будут лидерами этой финансовой всей структуры. И это не секрет. Вот Джером Павел на днях в Конгрессе выступал, он сказал, что уже протестированы и у нас уже готовая система, основанная на CBDC. Это по сути цифровой доллар. Это то, куда мы идем. Это сейчас тестируется Китая, Юань, например. В Украине цифровая гривна, которая построена на системе Stellar. И это по сути одна большая бухгалтерская книга, где каждые транзакции будут учитываться. Она построена на блокчейне. И про вас будут знать все. Где вы что купили, когда купили, конкретно какое количество. Там будет абсолютно вся информация зашита в блокчейн. И на сегодняшний день тесты подходят к завершению. Протоколы на перезагрузку всей банковской системы, финансовой системы, глобальной. Они в принципе уже активированы. Потому что это не может же быть так. Вот смотрите, банки Америки на сегодняшний день имеют долгов, по сути, более чем 550 миллиардов. По сути они банкроты. И объявили буквально вчера, что спасательный круг будет на уровне 25 миллиардов. Это ни о чем. То есть это не та ликвидность, которая нужна банковской системе Америки. И те инвесторы, которые, допустим, вложили бизнесовые деньги в эти банки, депозиты, или держали деньги в этих банках, как сказал президент Байден, они не застрахованы, они взяли на себя риски. И так работает капитализм. То есть о чем это говорит? Что эти люди потеряют вложенные средства. Поэтому сегодня люди вот с понедельника в Америке во многие банки начали обращаться за возвратом своих денег, чтобы снять наличность. Потому что это цепная реакция. Можем ли мы говорить, что сегодняшняя вся система – это схема Понци? Или не можем. Но я считаю, что так и есть. Потому что, смотрите, неограниченное количество денег. Ну, то есть это пирамида. Потому что центральные банки каждой страны печатают столько денег, сколько хотят. В 2017 году я еще предсказывал, что это нас ждет в будущем. И вот COVID – это был катализатор, когда выпустили невероятное количество денег. Это же не только в Штатах выпустили 3 триллиона долларов, которые размылись по всему миру. Еще выпустили и центральные банки европейские, и еще какие-то азиатские банки. Вот, например, на сегодня Китай. Китай активно заливает ликвидность в экономику, в банковскую систему. Сегодня ликвидность банковской системы Китая, она уже вышла на уровень 2020 года, когда был COVID. А тогда мы знаем самые огромные, самые большие были вливания денег. Поэтому вся эта денежная масса, она же все равно, она не может просто, как бы, знаете, ну, переработаться в один момент. Ее же нужно осваивать, эту денежную массу. Она все равно будет идти на какие-то остатки, на какое-то производство. То есть инфляция дальше будет раскручиваться. И я согласен с вашим гостем, что Америка сегодня и Джером Паула, они на большой растяжке. С одной стороны, у них маховик инфляции, с другой стороны, у них, слушайте, у них, ну, нехватка ликвидности банковской системы, потому что руководство банков жило на широкую ногу, а спред, ну, или, допустим, разница между процентами гособлигаций и депозитами, она на самом деле невелика. Ну, вот, допустим, вы выдаете депозит, вы принимаете, вы даете депозит под 0,5%, да, а государственная бумага у вас, гособлигация американская, под 1,8%. То есть вы зарабатываете всего лишь вот эту разницу между 1,8% и 0,5%. Это очень мало. Вот наши бизнесмены с Украины бы этому рассмеялись, но за такой процент невозможно, например, в Украине выжить. А в Америке вполне. Смотри, в этой ситуации что делать? Ну, вот те люди, у которых есть деньги, ну, даже небольшие сбережения какие-то, вот они сейчас испугаются там, да. То есть Ярослав говорил о том, что инфляция может как бы скакнуть, если она не будет вот спутана там как-то там, да. Вот то, что они попытались сделать, потому что сейчас они, вы же правильно оба говорите, что они на растяжке. Соответственно, как сберечь капитал, потому что инфляция в долларе там в 10% в год, там, да, ну, это существенно для, если ты просто деньги в кубышке держишь под подушкой, это означает, что за год они у тебя на 10% обесценились и все. Вот, это по сути налог. 10% это в общем. Вот вы смотрите, вот в Америке, допустим, вот если взять, посмотреть структуру самой инфляции, да, вот, всем известные, все смеются с яиц, да, но в Америке яйца подорожали вот опять, да, за месяц буквально больше, чем на 20%. То есть о чем это говорит? Потребительская инфляция, она намного выше. То есть еда, ну, то есть масло, яйца, хлеб, она, по сути, ну, эти продукты дорожают быстрее. Общая инфляция, да, она может там порядка быть 6-10%, но потребительская, это то, что бьет по населению в первую очередь, по незащищенному населению, да, и они вынуждены каждый месяц все больше и больше тратить на продукты питания. Ну, по сути, им как бы денег на это и хватает. Это же большая категория. Смотри, смотри, это очень важное наблюдение, потому что уже война Украины с Россией напрямую с этим завязывала, потому что десятки миллионов тонн зерна и продовольствия оказались в подвешенном состоянии, не только из Украины, но и из России. И, в свою очередь, слабые страны, ну, у которых нет доступа к своему продовольствию, они находятся в очень сложной ситуации, как это было во время арабской веслы в 2019 году, когда вот этот рост цен на продовольствие привел к тому, что рухнули ряд политических режимов на Ближнем Востоке, которые десятилетиями там плавали. И сейчас вот эта ситуация, она может повториться, потому что с учетом вот этой инфляции, которая может пойти и пойдет из Штатов, как бы там, да, из Европы, она начнет как цунами распространяться на Третий мир, вот где мы находимся. И с учетом того, что блокируется еще доступ к продовольствия, то это будет вот иметь, ну, может привести к тому, что на том же самом Ближнем Востоке, там, или в Африке, ну, начнет колбасить вот эти вот рынки, потому что люди начнут требовать дешевого продовольства, либо, ну, либо обеспечения какого-то денежного, чтобы можно было по высоким целям закупать, а продовольствия не будет. Ну, и, ну, короче говоря, будет турбулентность при таком раскладе. На самом деле ты абсолютно все правильно говоришь, и твои наблюдения, то, что война в Украине, это сегодня, как бы, одна из карт, одной большой глобальной игры мировой, которая, вот мы живем в историческое время, это глобальная игра, и мы, как бы, самые активные участники, как не прискорбно признавать, этих всех событий. Почему? Потому что будет не просто передел ресурсов, передел активов, передел финансов, передел продовольствия. Это, в принципе, меняется вся география, и весь мировой порядок меняется. То есть, и это к чему все идет? Это идет все к тому, что меняются абсолютно правила игры, те, которые были до 2000, допустим, 20-го года, до ковида, и которые сейчас, это абсолютно уже другие правила игры, и другой мир. И дальше мир идет полностью в цифру, и все платежи в будущем, как я уже говорил, они будут, это будут трансграничные платежи, которые будут построены на нескольких системах, таких как XRP и таких как Stellar, это компании, которые уже это делают. То есть, они уже заключают контракты с большинством стран мира, вот, допустим, с центральными банками, да, компания XRP, за Ripple, которые выпускают акции, ну, можно сказать, токены на блокчейне, XRP, они уже заключили контракты более чем 70 странами мира, включая страны Африки и Южной Америки. А страны Африки и Южной Америки, это, вы же сами понимаете, в каких они отношениях с Российской Федерацией, да? И это не просто так делается. Почему? Потому что все делают, скажем так, американцы с умом, они никогда не поступают непродуманно. И вся эта финансовая система, которая будет завязана на глобальных трансграничных платежах, она будет управляемой, конечно же, Соединенных Штатов. Никто первенства в этом не отдаст. И BRICS, вот, страны, да, допустим, Латинской Америки, куда входят, африканские страны, Китай, они вот, допустим, на сегодняшний день, они совокупно уже производят ВВП больше, чем страны G7. И, конечно же, Америку и Европейский Союз это не устраивает, потому что они теряют лидерство. И это все одна большая игра. То есть для того, чтобы перераспределить ВВП, вот эти вот все события сейчас в мире происходят. Ближний Восток, Украина, потом Азия, другие страны. И полностью, когда система перейдет, финансовая система... Смотри, BRICS производят ВВП больше, чем G7, как бы, да, потому что Европа и Штаты за глаза, это 40%, даже больше, 45 где-то, короче, под 50% ВВП. Потом еще Япония, Канада и кто там еще остался? Германия. Она в ЕСе, она как в ЕСе. Мы в G7 говорим, в Германии же. Да, да. Япония с Канадой, это еще тебе добавится там процентов 7, да? С процентов 7. Да, да, да. Япония 4,5 триллиона долларов экономика. Поэтому нет, но BRICS, они... Британия... BRICS не играет как бы как одно целое, тоже. У них противоречия есть там свои внутренние, там и попытки выстроить там какую-то игру у них провалились. Но в любом случае, то, что ты говоришь, это говорит о том, что система, ну, она ускоряется, противоречия внутри увеличивается, идет вот дробление... Децентрализация. Нет, регионализация. То есть, как бы вот идет регионализация на блоки экономические, которые яростно будут защищать свои позиции, в том числе через цифру, потому что цифра это форма как бы будет защиты своих этих территорий, на которых они опередуют. Это ключевой вопрос, на самом деле. А станет ли цифра чем-то защитным относительно традиционных фиатных денег? Смотри, я просто думаю, что вот я в 2008 году, когда мыслил, я тогда, там, тогда говорили про Амера, там, что вот ходили слухи, помните, что Амера ведут, и так далее. Так это же может быть форма утилизации вообще вот этого избыточного капитала, когда ты переходишь, вот, помнишь, как Советский Союз реформу Павлова делали, как хоп, и вот эти все необеспеченные деньги, которые лежали на сберклижках советского населения, а их хоп, сказали, все, ребята, меняйте там в соотношении 1 к 10, там, не знаю, сколько там это было, по курсу что-то меняли, а 1 к 1, если у тебя не больше какой-то суммы, а потом этот, а потом… Месяцнамерный. Можно я, мнение в отношении вот именно CBDC, это, значит, цифровые валюты центральных банков, действительно идет дискуссия, и строятся модели, и обсуждаются, и конференции проводятся, и Bank of International Settlement целый ряд докладов о этом пишут. Это теоретическая концепция, да? И смотрите, одно дело, когда это делается, там, частная инициатива, распределенная, биткоин или какие-то другие коины, так иначе, это альтернатива государственным фиатным деньгам. Совершенно другое дело, когда такой же инструмент предлагает центральный банк, заменяя, собственно, форму существования фиатных денег. То есть не то, что… Вот никто же не знает, как это будет. Есть… От кэша не откажутся, да? Потому что кэш все равно же основной является достаточно серьезной частью… Это же мы не меряем по Швеции, по Дании, по Финляндии, там, 95% расчета уже в трансфертах. И Япония категорически против любых, там, любителей кэша самая большая в Японии, да? Швейцария. Поэтому оптимизация транзакционных издержек в плане платежей, в плане контроля может быть. Какие-то элементы платежных, там, элементов могут быть. Но я не думаю, что вот, особенно на фоне вот этого, значит, бардака, который будет в финансах, банкротства банков, причем по всему миру, да? Представляете себе новую Бреттон-Вудскую конференцию, где бы она ни была, в Европе, либо в Азии, либо где-нибудь, которая бы договорилась до новой денежной архитектуры. Тогда, 44-й год, они сделали, потому что это было уже, понятно, двойная, вторая мировая будет заканчиваться, нам нужна новая система, собрались, доллар к золоту привязали, всех остальных к доллару, обвязались какие-то правила, и она каким-то образом работала. Сегодня мы еще спускаемся с горы, да? То есть у нас еще вот будет вот это и банкротство, и очищение, и катарсис системы. И что в конце концов образуется? Да, американцы большие, да? Но знаете, что доля американцев в мировом экспорте меньше 10%. Скажут, например, китайцы вместе с немцами, а что вы, разве вы такие большие, крутые? Давайте нам инструмент. Да, могут представить там какой-то китайцы, арабы, евро. Они же, сколько евро, 20 с чем-то лет же пытаются занять какую-то долю более значимую, чем 20% на рынке. И не получается. Потому что, и вот почему я думаю, что... Доллар сколько? Чуть больше 60. В смысле доллар? Сколько доля доллара в мировых тренажах? 60 в резервах и 85 в международных расчетах. Так смотрите, поэтому я думаю, что вот тоже предположение, там мера или там замена, или там кинуть по Павлову. Представляете, с одной стороны, репутация института, который создавался там 150 лет, да, и который реально является достаточно таким серьезным инструментом и софт-пауэра, и денег, и всего прочего. И, с другой стороны, краткосрочный интерес, там, Пауэлла, Байдена, или там тех людей с Уолл-стрит, которые хотят закрыть свои дыры то ли в Ситибэнке, то ли в Банк оф Америка, то ли в тех, там, в Уэллс-Фарго и так далее, и так далее. Я не думаю, что это будет. Потому что сегодня пока еще говорить о том, что будет какая-то вот, типа, новая архитектура, уже согласовали, нету такого еще. Для того, чтобы это было согласовано, там нужно, чтобы было понятно контуры диалоговой площадки, которая будет объединять, по крайней мере, страны G7, страны ЕС-27, Китай, то есть все остальные страны, которые, собственно, захотят быть в этой новой монетарном укладе. А этого еще нет. Условно говоря, это определится тогда, когда будут понятные победители в этом противостоянии. Вот, вот, вот. И поэтому я говорю, вот, как ни парадоксально, или как неприятно для нас, все равно мы можем стать неким, с той страной, которая будет центром нового начала, да. И действительно, вот, победители в этой войне, Украина, Украина переформатирует НАТО, Украина переформатирует новую систему безопасности мира, и Украина может предложить себя в качестве нового, там, не Бреттон Вуда, да, а, например, Ивано-Франковск. Why not? И все. И все соберутся крутые в этом городке, какой-нибудь маленьком. Ивано-Франковский консенсус. Вот, и сделайте, и вот это вот, а какие элементы, вот я, опять-таки, каждый ноябрь проводится монетарная конференция, если он Катона делает, да, собирается там Дерон Пауэлл, и все центральные банкиры там выступают, теоретики, и они говорят, что мы вступили вперед в мультивалютности, конкуренции валют, и выработки чего-то нового. Это что-то нового будет всегда гибридом. Fusion разных моделей разных систем, которая, самое главное, будет учитывать вот то, один простой вопрос, который, вот я не знаю, почему и американцы, и европейцы так мало обращают внимание, и задает вопрос, почему кантонные банки из Швейцарии никогда не банкротятся? То есть, вот это вот, если взять, да, они работают практически на 100% резервирование. Мы так или иначе возвращаемся к добрым старым временам, когда ты не можешь дать в долг, ты не можешь кредитовать больше, чем у тебя есть денег, или, по крайней мере, фракционное резервирование сегодня практически исчезло, вот мы, что мы видим под американским банком, и если мы хотя бы увеличим его постепенно там до какой-то там значимой величины, ну не до 100%, а до... и плюс, самое главное, что вот я предлагаю и в Украине легализовать, как просто такой признак открытости к разным новым веяниям, это просто позволит частным компаниям со всего мира выпускать частные деньги на товарной основе. Это тоже такой, ну, хотите, делайте, вот, пожалуйста, вам 100 тонн золота, причем, заметьте, если посмотрите на динамику покупки золота центральными банками, это в 22-м году был побит рекорд. Зачем, вот вопрос, зачем центральные банки покупать столько золота? Там же CBDC мод говорит, да, одновременно золото, 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 каждый банк подбирает на себя, потому что все рано или поздно, вот, когда, понимаете, вот, если будет самый плохой сценарий, да, будет просто там клочья лететь от финансовой системы, все будут грызться, валютные войны, банкротство, там, значит, будут там запрещены какие-то хождения валют или затруднены операции, будут введены налоги на снятие со счетов денег, да, и что в этой ситуации будут люди делать? Вот, куда люди, что люди покупать будут? Золото. Потому что лучше положить золото после жизни. Какая-то архаика, честно говоря. Нет, смотрите, вопрос не в том, что мы думаем архаика или архаика, что с точки зрения, вот, вот, знаете, вопрос себе, воздух мы рассуждаем, да, зачем люди, швейцарский странный банк, немецкий, японский, американский покупают столько тонн золота, вроде бы, вовремя, когда они 70. Ну, вот, смотрите, вы все абсолютно правильно говорите, только, смотрите, например, CBDC, да, оно как раз и будет подкреплено золотом, почему? Мы же не будем ходить в карманами со слитками золота, для того, чтобы рассчитаться за кусок рыбы и хлебов, правильно? Вы абсолютно все верно говорите. Браво будет, если так будет. Да, и вот, как раз после 20 марта, вот, допустим, да, будет утвержден протокол ISO 222, так называемый, который и даст дорогу вот этим вот CBDC, это же, как бы, цифровая валюта, которая и будет заменять вот этот вот излишек, вот этой вот огромнейшей массой денег, той ликвидности, которая вылится на рынок. Абсолютно верно вы говорите. Только что, ну, расчеты, они уже будут в электронном, да, оно будет подкрепляться золотом. Это, конечно. Поэтому центральные банки всех стран и накапливают, они видят турбулентность, они не понимают, что будет. И они понимают, что в один прекрасный день вот эти вот все деньги, которые мы держим под подушками или, да, или под матрасами, они могут превратиться в фантики, как это было когда-то в Советском Союзе, да. Все держали, вы вспомните, да, на книжках держали очень много денег. И в один прекрасный день вы проснулись, и они оказались ничем. Потом пошли в марте. Денис, да, гораздо более корректный пример будет в этой ситуации не советский, там, тоталитарный режим, когда, понятно дело, никакого уважения к правам собственности не было. А как Никсон бросил всех европейцев, когда отказался от золотого стандарта и сказал, все, ребята, помните, евро-доллары были, да, которые французы хотели обменять на золото, а американцы сказали, сори, нету, и все. Поэтому, может быть, и такое дело, да. Да. Ну, это изъятие, изъятие излишков, как и Рузович, золото тоже, кстати, забрал. Ну, опять-таки, вот, знаете, вот это вот, все равно мы стоим на пороге, вот правильно вы сказали, я же, опять, одно из предложений, да, вот это вот CBDC сделать, если электронные деньги на backed, поддерживаемые золотом, это одно. Но против этого категорически выступают большие, крупные американские банки, Wall Street, потому что они привыкли на фиате жить всю жизнь и заниматься кредитной экспансией. Поэтому я, честно говоря, даже на уровне теории не понимаю, кто в Америке будет вот адвокатом вот того предложения, которое вы озвучили. Я бы очень хотел, чтобы это был такой, знаете, такой солидный кулак полисимейкеров, теоретиков и практиков, но я, зная, там, Wall Street, зная американский бизнес, зная правительство, ну, я просто не вижу людей, которые бы вот за такую модель проголосовали. На прошлой неделе Джераль Павел, он же в Конгрессе сказал, электронная система CBDC готова, она тестирована, но как только они ее запустят, чтобы вы понимали, все, в принципе, в мире поменяется за одну ночь. Это же совершенно другая система. И вот мы говорим, вот, допустим, о SWIFT, да? Вот вы живете, допустим, в Голландии, я живу в Украине. Для того, чтобы мне вам отправить деньги через украинский банк, я же их отправляю через банк-корреспондент, да? Евро там через дочебанк, доллар там через американский банк-корреспондент. Все эти платежи идут 5 дней, мы ксерим кучу документации, заверяем кучами печатями, находим бенефициаров, выявляем собственников, потом опять это все согласовываем с банком, потом проходим финмониторинги, потом проходим проверку в одном банке, во втором банке, и в третьем через 5 дней вы по SWIFT-овке получаете в Голландии деньги, да, условно. Теперь этого не будет. Что предлагает новая система? Это когда деньги будут ходить в течение дня, в течение минут, в течение… И мы с вами в системе, мы уже будем идентифицированы. Нам не нужно будет проходить каждый платеж, вот как вот сейчас SWIFT, да? SWIFT он будет… он после вот 20 марта, он вот вы увидите, осталось недолго, пару недель, он начнет переобразовываться, вся система SWIFT будет меняться. То есть это не говорится, что полностью другая финансовая система. Нет. Та система, которая есть сейчас, она немножко, как это вам сказать, она переобразуется, это уже будет, как вы говорите, гибрид какой-то другой финансовой системы. И она поменяется, она ускорится, будет очень сильное ускорение. Многие просто к этому еще не готовы. Куда кэш вкладывать? Сейчас люди сидят, уже на низком старте, там уже спрашивают, 20 килобаксов есть, куда вкладывать? Смотрите, лично я, и все равно продолжаю инвестировать в Украине, в недвижимость. Да, война, но по чуть-чуть я там что-нибудь подкупаю. Потом биткоин, потом бизнес. Собственный бизнес нужно развивать. Самое лучшее, куда вкладываться, это еще бизнес. И четвертое, это самое главное, это в образовании. Никогда не поздно учиться чему-то новому. Все, вот четыре направления… Биткоин, биткоин, все, биткоин. Вы слышали? Я услышал только биткоин. Николай всех опций вырвал биткоина. Нет, Николай, мы вкладываемся в лоши вот это вот все, чтобы делать, мы в этом… Да, в соцсети Альфа будет еще, в нее можно. В соцсети Альфа и наши медоеды будем все зарабатывать, трубить бабло. И менять мир. Да, донатить на ЗСУ и менять мир, и добивать русских. И вот на самом деле, когда мы… Реальный исторический момент, мы имеем старую гривну, которая никчемная, которая инфляционная, и никакая. Ну, по факту, да. Тринадцатое место в мире по уровню инфляции за последние пятнадцать лет. Ну, это позор. Это высокое место, мы хорошо потрудились, мы молодцы. Почти 13 процентов среди годовой инфляции за пятнадцать лет, друзья. Это просто кошмар. Высшие показатели. Вот, и поэтому реально это просто снести, да, ввести лучшие практики и позволить действительно вот этой новой системе развиваться в системе мультивалютности, конкуренции, другого не дано. Причем, заметьте, это же можно сразу же там и новые финансовые рынки выстраивать. Только вот если будет вот такой узкий подход к тому, что только гривна, только наши инструменты, будет забор железный там вокруг всей нашей финансовой системы, ну, тогда мы опять-таки столкнемся с тем, что имеем сегодня. Синдикат, большие банки, национальные банки, правительства, которые будут гонять деньги, зарабатывать на нас всех. Вот, а ну, сколько человек может работать в бизнесе и справляться с регуляторной налоговой нагрузкой? Все меньше, 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 потому что вот те проблемы, которые вы здесь говорите, которые я пишу и говорю постоянно, там, блокировка НДС, там, налог на прибыль, таможня, регуляторка, проверки и так далее, и так далее, это же никуда не девается. То есть, если бы взяли бы такой вот одним системой, там, перезагрузка, reset, да, нажали, и нет, мы начинаем, но такого, к сожалению, не бывает. А за всем этим стоят люди, да, поэтому Swift может поправляться, да, может поправляться система международных расчетов, но мы говорим про фундаментальное, Бреттон Вуд это же не про систему расчета, Бреттон Вуд это был про радикально другой переход между золотым стандартом и вот разными этими переходными режимами, которые были тогда, и это реально помогло, там, 20-30 лет работало достаточно хорошо. А потом пошел вот перекос, потому что захотелось бесплатных денег опять крупным игрокам. И тут самые разные варианты могут быть. Я просто не думаю, что так будет, вот так, овернайт поменяется все, и тут мы после 20-го марта проснемся, и будет там счастье или несчастье для кого-то, да. То есть, системы такие, вот, которые создавались там десятилетиями, они будут меняться постепенно, будут какие-то новые элементы, согласования, как режим, например, трансмиссии вот этих знаний, этих институтов на развивающиеся страны, на страны там большой, там, 20-ки тоже, G20, как она будет реагировать на это, там, Китай опять. То есть, что будет, вот, видите, какая вот может быть ситуация, да. Арабские страны к этому тоже не готовы, потому что там режимов куча с кэшем, разными платежами. Они будут что-то свое создавать. Китай, Россия, Иран, ось зла новая, да. Плюс не будем забывать, что 35-40% мировой экономики, это же серо-теневая экономика с потоками. Сколько? 35-40% это 35-40 триллионов долларов. И вы думаете, что там какая-то Якудза, Триада или те ребята, которые отмывают деньги. Колумбийцы, ребята. А, хорошо, а эти в пустыне, в пустыне, которые сидят в Аризоне, там, они что, думаете, там, не знают, что такое денежные потоки? Еще так, поэтому тут, вот это вот, есть та система какая-то вот турбулентности, которая будет развиваться. Но, когда вот началась режим этот экстраординарных негативных процентных ставок, резкий возрос спрос на сейфы в Японии и Швейцарии. Покупали они сейфы для того, чтобы хранить золото и купюры большого номинала под 1000 евро. Так что вот к вопросу, знаете, это когда мы говорим, куда вкладывать, если у тебя есть там лишний миллион, два, три, да, ну да, ты там, либо бизнес, либо вот медийный проект, который можно там монетизировать. А для обыкновенных людей, там, которых львиная доля имеет, там, сбережение, дай бог, там, 20-30 тысяч долларов, ну вот как им сохранить? Ну, придется, получается, в живом кэше их хранить. В живом кэше их хранить, да. Это вот и даже инфляция доллара, понимаете, инфляция доллара одно, но помните, когда были какие-то цены в долларах были у нас там после развала Советского Союза, когда 50-100 долларов это было ху, все, что можно было купить. То же самое здесь было. А то, мать, 8 долларов зарабатывала. Да, 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 ну я говорю, что тогда цены были совершенно другие, там, человек, там, помню, там, 92-й год, я был, там, начинал в бизнесе, так, елки-палки, так можно было за 100 долларов жить и гулять. Это как бы один подписчик писал, говорит, слушайте, вы тут вот это расскажете, да я 90-е уже был миллионером, я говорю, слушай, я в 90-е тоже был миллионером. У меня, у меня, у меня, у меня, у меня это стипендия была по 1 миллион, 600 тысяч купонов, так что... А вот в навыке абсолютно точно, вот софт-скейл, знания, умения, брендирование, репутация, сети, вот этот капитал, который реально может помочь человеку после закончания этой турбулетности выжить, это абсолютно правильное вложение, которое никогда... То есть, даже если у тебя ничего нет, вот это осталось, это твой золотой фонд, на основании которого ты можешь двигаться дальше. Денис, согласен? Да, я согласен, но я еще хотел добавить, что вот наш, например, национальный банк не готов, не готов к турбулентности, которая наступит. И об этом нужно говорить тоже, потому что наш национальный банк сегодня занял такую позицию в ожидании продажи облигаций, знаете, с Минфином. То есть, по сути, ничего же не меняется, то есть, высокая ставка там, 25% и продажа облигаций. То есть, все. Никакого развития нет, никакое уменьшение регуляторки, никакое отменение каких-то там приказов и так далее. То есть, у нас сегодня, наоборот, запретили, допустим, людям, которые имеют возможность через биржи выводить доллар себе на карточку, менять его цифровой, по сути, ну, доллар, скажем так, который USDT, на карточку в гривну и сюда же его в гривну заводить в страну, они уже лишены этой возможности. То есть, отключили абсолютно все банки от криптобирж. Это же тоже, как бы, шаг назад. То есть, когда весь мир идет вперед, мы идем назад, понимаете? Мы всегда все почему-то делаем наоборот. И это, на самом деле, катастрофа, потому что то, что ждет банковскую систему, мировую, глобальную финансовую систему, в будущем, мы абсолютно к этому тоже не готовы. Как и не были готовы, кстати, в 2008 году. Для таких странных людей, как я, повторить, к чему нам надо быть готовым. Потому что вот большой эфир, а вот теперь склопываем резюме какое-то. Да, полайкайте сначала эфир, вот вы прежде, чем Денис начнет говорить, потому что вот мы еще не догнали. По количеству лайков, количество смотрящих, хотя их выросло достаточно много, еще больше смотрят, то их вырастет еще больше. Потому что если вы будете лайкать, то мы с Колей не окажемся на улице, как бы в конце концов. И вот в условиях вот этого глобального банкопада... И каждый ваш доллар очень важен. Не забывайте, вот если вы сейчас приняли решение стать спонсором Альфы, это всего лишь там меньше, чуть меньше доллара в месяц, то это как бы в конечном итоге очень важно, поскольку у вас количество растет, а это создает нам возможности для жизнедеятельности. Да, ваши деньги все равно инфляция съест, вот как они, наши гости говорят. А с нами не съест. Да, а с нами не съест. Мы еще, может быть, вас... Монетизация хорошего информационного ресурса. Вот что остается. Да, да, да. Поэтому спасибо. Денис. Ну, чего нам ждать? Во-первых, нам нужно как готовиться. Нам нужно стараться максимально, те, кто имеет возможность, открывать бизнес, кредитоваться в украинских банках, да, может, под какие-то грантовые программы, открывать фермы. То, что сейчас, вот, допустим, очень будет воспринимать... Я прошу прощения. Юра сбил, вот ты отвечаешь на какой-то чужой вопрос, не на мой. Я повторю еще раз. К чему должен готовиться НБУ? Что нас ждет? Что ждет финансовую систему? Очень кратко, то есть, вот к этому, да? К чему мы готовим всех? Все, услышал. Значит, Национальному банку Украины, в первую очередь, нужно подготовить свои резервы. То есть, что это означает? Что может быть наступить турбулентность, и наши партнеры не так будут активно нам давать деньги, как это заявляли. И к этому нужно будет готовым. Нужно уменьшать расходы. Нужно уменьшать расходы на госаппарат. Максимально резать ненужные расходы, такие, как, допустим, там, обустройство фасадов, покупка деревьев, урн новых машин. Это местных бюджетов касается. Это касается Кабмина. То есть, Национальному банку нужно сделать такое собрание и сказать, что, смотрите, вот в мире началась турбулентность, мир начал меняться, и у нас могут быть сложности. Поэтому нужно экономить деньги. Не тратить их на ненужные вещи, а тратить, допустим, на оборонку. Нужно тратить на кредитование бизнеса. Это то, что может сейчас, сегодня дать стимул какой-то, да? И очень внимательно контролировать резервы. Нужно наполнять сегодня бюджет. Наполнять бюджет не за счет репрессий, а за счет создания рабочих мест и уменьшения расходной части, именно государственной расходной части, которая не нужна. На кино, на молодий спорт, на еще какую-то ерунду. Это, в первую очередь, на что нужно смотреть. Это первый момент. Второй момент. Нужно с партнерами очень четко договориться на целый год, что мы можем иметь, допустим, какую финансовую поддержку. И это могут быть не только ресурсы, я имею в виду финансовые ресурсы, и оборонка. Это может быть... Есть сигнал, да, продолжай. Это могут быть какие-то... Допустим, это может быть какое-то оборудование, да. Это может быть в рамках какого-то экспортного агентства, кредитного агентства. То есть какие-то кредитные механизмы, которые помогут нашему бизнесу сегодня и людям как-то подготовиться к кризису, который может очень сильно ударить. Ну и банковскую систему, она, в принципе, украинская банковская система сегодня нормально себя чувствует, потому что за счет высокой ставки, хотя для банков это хорошо, для бизнеса это плохо. Я не вижу там сильно большой опасности именно для банковской системы. Наши читатели скептично это все говорят. Хорошие советы. Естественно, НБУ сделает наоборот. Зажимайте пояса другими словами. Начинайте меньше есть, нежели богато нифиг начинать. Смотрите, НБУ, да, есть такое явление, вот как и в Америке, но у нас оно по-другому. НБУ сейчас стал основным или самым главным центральным банком мира. Я признал какое-то издание вот недавно, на прошлой неделе, на сайте НБУ заходишь и прямо такой кубок большой. И на самом деле я понимаю, что за этим стоит морально-психологическая поддержка Украины, но признавать Национальный банк Украины лучшим центральным банком мира, это, знаете, как на соревнованиях, вы пробежали 100 метровку, у вас там результат 15, первый побежал за 9.50, а вы стали чемпионом. Поэтому здесь это может как бы сыграть злую шутку с Национальным банком нашим, потому что они могут сейчас сказать, ребята, ну что вы нас критикуете? На самом деле мы самые крутые, самые лучшие в мире, поэтому... И до этого получил статус лучшего Министерства финансов, наше Министерство финансов и правительство. То есть мы получили три награды. Я понимаю, что это как бы больше такая психологическая, моральная поддержка за действия во время войны, но надо понимать, что те показатели, которые показывает Национальный банк, инфляция, развитость финансового рынка, стоимость кредитов, наличие финансовых инструментов у нас на критически низком уровне. Поэтому если взять уже, говорить про то, какую монетарную политику следует ожидать от НБУ, я бы вообще здесь сделал то же самое, что американцы там же, для того, чтобы принять какое-то решение. Пауэлл собирает там и монетарный круг, и ученых, и бизнесменов, для того, чтобы обсудить самые разные инновационные решения. Я вот опять-таки настаиваю на том, чтобы рассмотреть, по крайней мере, режим, в котором мы не можем за сутки сделать даже цифровую гривну и сказать, «Ребята, CBDC, мы делаем гривну, и будет нам счастье». Это сделать можем. Нет, не сделаем, даже кличкам это не готовы к этому сделать, да? Тем более вопрос доверия. Поэтому сделать мультивалютность, и, грубо говоря, когда в мире все меняется, децентрализация рисков и свободы выбора должна быть на уровне конкретного коммерческой организации, банка, предприятия, которая работает в своем валютном поле. Одна модель – это экспорт. Экспортерам всегда надо, чтобы была там девалюация, да? Импортерам другое совершенно. Внутренним ребятам, которые работают на рынке, нужно, чтобы кредит был там не 25%, они там готовы разорвать Национальный банк на части за такую там кредитную эту процентную политику. Они хотят там 5-7. Поэтому тут совершенно противоречиво. И для того, чтобы не было этих противоречий в рамках этой жесткой там системы единого там, значит, монопольного платежного средства, я предлагаю те же 5 валют легализовать вместе с, значит, с гривной. И пусть они ходят. Кто-то вот в это… То есть, условно, как в Турции. Ну, в Турции там не совсем так. Там просто в разных секторах, разных там элементах экономики на, там, можно долларом рассчитываться. Ну, евро тоже там ходят. Ну, да-да, в эти валюты. А тут просто, чтобы это было на уровне, там, условно, если я импортер, то я могу вообще без гривны обходиться. Я импортер в евро, я работаю в евро. Я импортер, там, в Британии, я работаю в фунтах. Я работаю с Польшей, в злотых или в гривнах, в зависимости от того, как там мне удобно. Я управляю рисками на уровне предприятия и своего банка, но не на уровне Центрального Национального банка. Потому что то, что мы видим, самое страшное, да, вот правильно Денис говорит. Они, на чем зарабатывают в основном большие банки и Национальный банк и правительство. Они устроили эту, такой, между собойчик, да, или синдикат, можно сказать, да. Когда, там, эти поднимают ставки, эти, значит, покупают эти облигации, там, 18-23, там, и процентов. И при стоящем относительно регулированном курсе ты можешь реально зарабатывать очень хорошие деньги, да. Ну, как у нас считается, да, инфляция это одно, а курс другое. И, например, даже с учетом инфляции в Америке, если они по облигациям будут зарабатывать, там, те же, там, 20%, то это достаточно приличная штука. Вот. И это, ну, опять, если мы сюда привлечем еще деньги зарубежных партнеров, тогда, понимаете, спрос на облигации вырастет. И, а что будет это с госдолгом? Самый большой вопрос. Если мы будем, вот, облигации по 23%, там, или по 20% обслуживать, у нас госдолг же 90% ВВП. 90%, а только год начался. Поэтому, когда вот мы говорим про сбалансированность макроэкономики, вот, денежная часть, она в плохом состоянии, про фискальную часть бюджета я вообще не говорю, потому что вы знаете, что в 2022 году расходы органов госуправления превысили 75% ВВП или достигли почти 100 миллиардов долларов. Бюджет органов госуправления в 2021 году был 85-87 миллиардов долларов. То есть, военно, на армию мы расходовали 23. Я не понимаю, это вопрос, вот, опять-таки, перестройки, вообще перезагрузки всего государства, как такого института, которое во время войны на войну тратит, условно, 23-25%, 2 миллиарда долларов, да, а все расходы 95-97. Ну, ребята, побойтесь бога, какие в войну могут быть такие расходы, потому что такое ощущение, что они вот хотят, вот, недавно буквально изменение в закон в бюджете, да, надо лишние, там, 500, там, 530, по-моему, миллиардов гривен, да. Вдруг не прошло и 2 месяца, 3 месяца с начала года, и вдруг вылазит необходимость корректировать бюджет. 500 миллиардов гривен, это 14 миллиардов. Да, долларов, да, то есть, ну, это как, это, а как бы, что за бюджетное планирование, причем, понимаете, это вопрос. Да какой бюджетное планирование, у них тоже не вел никогда в этой стране никакого бюджетного планирования, никакие депутаты народные, если их спроси, что там в бюджете, никто этого не знал. И что, не надо начинать? Никто это не знает. Не надо начинать? Поэтому сейчас они, я думаю, как бы, хоть как-то вникли в то, что они приняли. Например, та же Браксалана Педласа, которая здесь была, она достаточно молодой человек, скажем так, да. 27 лет. Да, 27 лет, и я думаю, что у нее, поскольку, я думаю, разные вопросы к ней задавались, и я тоже, например, был, не без тех, кто писал, так как вы там читали, то-то, то-то, дайте детально. Я думаю, что она, возможно, тоже вникла в то, что она, в общем-то, ничего не знает, и надо пересматривать. Вопрос о том, как, правильно вы говорите, день бюджетного планирования, да? Мы вот, когда в рамках... Извините, я еще докинул сюда же, да, давайте же смотреть на предпосылки, почему увеличивается военный бюджет. Да потому что они же возникли, столкнулись с ситуацией, когда вынуждены были резать зарплаты военным, которые установили, в общем-то, совершенно, вот просто с барского плеча. Да, то есть просто 100 тысяч. Почему? Как красивая цифра 100 тысяч, классная цифра, вот и все. И в какой-то момент оказалось, что, наверное, штянуть не могут. Да, конечно. И возникли проблемы. Ну, даже если мы говорим 100 тысяч, да, я бы вот в этой ситуации не резал бы военные, потому что военные все-таки, дай бог им здоровья, победы. Так это понятно, да, так а деньги где брать? Так для меня вопрос, мы на внутреннем рынке можем собрать там 30-35 миллиардов долларов, особенно если упростим систему налогоблажения, введем новые налоги, это будет совершенно спокойно соберем. Остальное, вот когда мы даже с партнерами говорим, друзья, вот как эти вот, они нам готовы давать, да, там, кто-то 18 миллиардов, кто-то там 20 миллиардов, скажите, давайте вы заплатите за всю нашу пенсионную систему. Пенсионная система, не-не, ну, смотрите, для того, чтобы не брать налоги со всех украинцев на пенсионный фонд, да, и подоход налог, там, это 18-19 миллиардов долларов, да. Вот эти деньги, условно, прямо идут на финансирование вот этого. У меня начинает сердце болеть, честно говоря, потому что я, я как представлю, сколько там пенсионной этой системе, черти чего творится. Сначала надо, наверное, аудит провести, ну, как бы, ревизию, инвентаризацию. Я просто думаю, что, ну, любой партнер скажет, так а кто у вас там, вы можете показать? Согласен, ну, вот смотрите, если у нас есть 10,7 миллионов пенсионеров, да, ну, предполагаю. Это не факт же, во-первых. Ну, я полагаю, ну, смотрите, мы читаем с вами сайты, там, фонда пенсионного. Да, я вам балл такие сайты тоже написать. Не-не, ну, орган государственного направления, мы же какой-то, ну, без... Ну, не верю, вы верите? Нет, слушайте, аудит, это абсолютно нужно, пенсионная реформа абсолютно нужна. Нам нужно спрогнозировать и, там, оценить базовые расходы государства для того, чтобы мы не забыли, там, бабушек, дедушек и детей, да. Сколько-то денег понадобится на это. Но когда мы не знаем, вот, сколько, там, стройки, правильно, как Денис говорит, там, деревья, какие-то, парки, какие-то, там, непонятные мероприятия во время войны... Это вообще черт. Вот. И, собственно, нету никого, кто бы сказал, ребята, не на часе это все финансировать. Северодонецкий горсовет покупает кран. Ну, Северодонец покупаться или покупают кран. 12 миллионов гривен. Это Юля Глушкова выложила в фейсбуке. В Сватовском районе какая-то ОТГ покупает Рено Дастер за 700 тысяч гривен. То есть, там бои идут где-то рядом, как бы, там. Ну, это вот типичный пример того, как... Ну, и это вот просто так, во скидку, по всей Украине, это десятки миллиардов гривен, которые вот просто разборовываются, ну, в нагло. Смотри, но при этом местным бюджетом запрещают кранировать деревья, потому что это не те расходы, на которые можно тратить деньги во время войны. Когда мы видим... У нас перекос какой-то абсолютно, ну, конченый. Бюджета 25% ВВП, это трагедия. Я понимаю, первый год, да, то есть, ну, 22-й год это был форс-мажор, ничего спланировать нельзя было. Хотя, опять-таки, надо было бюджет военного времени принять. Но во второй год повторять этот результат, такое ощущение, что вот, знаете, на что расчет? Что когда война закончится, мы победим, да, соберемся мы за круглым столом с нашими кредиторами. Парижский клуб, Лондонский клуб, МВФ, американцы, европейцы скажут, друзья, пожалуйста, спешите нам долги, давайте начнем с чистого листа. Вот, я другого, то есть, выхода из этой ситуации не вижу, потому что 100% ВВП долго, при нашей экономике, там, 155 миллиардов долларов, но просто не отдаваемо. Ну, смотрите, логика, что простая. Началась война, во-первых, все убежали, те, кто чиновники. Ну, вот, Киев же пустой был, мы же все это видели. Вот, как бы, потом начала, как бы, война развиваться, и потом прибежали обратно. Пока прибежали обратно, надо же было как-то устроить свою жизнь, понять, где там, какие-то движушки, муточки, все там, как бы, где то место мое в этой пищевой цепи. Можно ли вернуться в то же состояние, как бы, где я был. И еще и заработать. Естественно, потому что, как же, много заработать, больше заработать. Причем, заметьте, все проекты, которые были, вот, инициированы еще до войны, там, амнистия капитала, провал, помню, да, реформа на таможне, наведение порядка, провал, игровой бизнес, провал, налоговое, значит, вот, администрирование, провал. Все то, что требует какого-то там идеалистического, идеального администрирования, оно проваливается, потому что война, это не то время, да. Поэтому то, что мы говорим про необходимость упрощения радикального налоговой системы и отмены лицензирования, там, сертификации, все прочее. Опять-таки, самая главная вещь, да, почему органы госуправления исходят из того, что украинец украинцу враг и вредитель, да. Если я произвели товаров и услуг, если я понимаю, что вот со мной мой потребитель, это тот же мой соотечественник, с которым я там заодно против врага, за одну там, за одну страну, за Украину, почему я должен ему производить якобы плохой товар? Если я что-нибудь плохое сделаю, ради бога, ну, тогда либо обеняешь, либо просто никогда не покупаешь. Перенос системы управления рисками на вот этот низовой уровень без чиновников. А когда вот уже Федоров говорит, что 7 миллионов людей в Украине получают деньги за счет налогоплательщиков, 7 миллионов. Но это же очень удобно, потом на выборах можно это как-то эксплуатировать. Да, 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 это логика, опять, логика того, что типа вот давайте мы там, и они, заметьте, вот сейчас создается какое-то там, на уровне громады, что такое там, фэнси-шмэнси такое там, управление будут делать. Потом они делают какие-то штабы по управлению, по развитию, готовится Лугана-1, Лугана-2, Лугана-3 будет. Блин, а реформы никто же не будет делать в этом всем. И вот правильно мы с Денисом говорим, да, грядет там революция в системе денег, финансов мира, да, и можно как раз предложить новые с нуля начать, как бы, знаете, когда, минуя один там два технологических уклада. То есть перескочить там условно сразу с роторного телефона на какой-нибудь 6G, и мы это можем сделать, потому что у нас будет такое табула раса, да. А мы опять-таки начинаем с чиновников, которые правильно вернулись, везде во все органы, начинаем воспроизвести ту же самую чушь. Ну это же можно, давайте так, удаваримся, это же можно сделать, когда вообще вы имеете ценность индустриализации, когда вы живете каким-то индустриальным укладом. А наше государство, оно в принципе никогда этим индустриальным укладом не жило, потому что вся наша индустриализация это наследство Советского Союза, то есть прошлого государства, в котором нас не было. То есть мы не были государством, как Украина. Да, не было, да. Поэтому как бы относительно и весь народ так, ну мы же в лупке находимся, там со стороной точки зрения, у нас нету ценности индустриализации. Мы как бы знаем, что это хорошо, но типа сами, что вот мы к этому хорошо имеем отношение, у нас этого нет массово. Слово само индустриализация, оно немножко такое, на мой взгляд, из до 4-й промышленной революции. Так а мы, а где мы? Мы вообще в аграрном состоянии находимся. Но мы же говорим про будущее, да? Ну да, но... Сегодня, вот когда вот идет реально, вот я доклады Юнгтада читаю, доклады там Маккинси, и они идут к тому, чтобы переоценить само понятие индустрии, то есть промышленность, потому что в каждом промышленном товаре до 40% услуг. И услуги, вот если мы вземлем промышленного товара мира, там по 20 триллионов долларов, да, услуги там 4-5, все думают, ну у сектора услуг не такой важен. Но дизайн, но интеллектуальная собственность, но какой-то софт, но какие-то там условно, вот если взять, посмотреть доклады по soft power, не по этому, intangibles, по нематериальным активам. Там делают 14 групп нематериальных активов, и 60 триллионов долларов нематериальных активов при ВВП 100 триллионов, то есть получается больше половины уже intangibles, а там услуги. Поэтому, когда мы говорим индустриализация, люди, как правило, думают, ну да, станок, вот фабрика, вот там какой-то там машина. Ну это тоже, это нормально, ну опять, Байратар, там же мозги какие, там есть hardware, а там есть software, понимаете, и там же получается, что ты приезжаешь, там делаешь какие-нибудь железки, да, а там же нужно еще напичкать его мозгами этими, которые важны, собрать ее нужно там. А если мы будем говорить про инновационные украинские продукты, то мы будем говорить про то, как их представить в мире. Одно дело брендировать их, сделать сети, сделать их умными, сделать даже вот если взять в отношении, там мы тоже энергетики, smart grade, это умные энергетические сети, которые радикально отличаются принципиально от того, что мы имеем сегодня. Как показал этот энергетический кризис у нас, когда эти отключения мы там с вами по два часа электроэнергии имеем, или там в Киеве, или в регионах. Поэтому здесь опять, что хорошо, что сегодня как раз нужно это обсуждать. Когда, заметьте, там 43-45, 45-45 годы, до еще войны, победы над фашизмом, все эти разговоры шли, собирались конференции, люди обсуждали, там какая будет денежная система, какая там торговая система, и это нормально было. А сегодня пока мы не можем предложить внешнему миру, что мы хотели бы сделать у себя, и как создать, привлечь вот под нашу модель, наши предложения всех остальных. Денег будет, вагон, не уверен, технологии есть, да, там, байрактары, нишмары, где угодно, да, создавай, где угодно эти кластеры. Вот опять-таки кластеры, кто должен создать нам? Либо министр промышленности должен сказать, либо глава офиса президента, либо кто? Президент. Либо президент, либо опять-таки, вот если соберется там 10 человек, которые вместе делают там какую-то интересную сферу, да, они скажут, ребята, приходят потом они к энергетической компании, говорят, слушайте, сделайте нам вот здесь хорошие энергетические предложения, мы будем развивать какие-то вещи. Окей, они идут, например, к органу, который там занимается землей этим всем, и он там на автомате просто выделяет им землю и дает, и вот это развивается. Кластеры, которые развиваются, естественно, там, итальянские, это же не то, что было создано там директивой какого-нибудь президента. Там же традиции есть. Традиции? У нас же традиции нету. Проблема в том, что мы новое государство. Ну, послушай, у меня вот вторая машина Hyundai, как бы там, да, ну, мы помним Hyundai Tucson первый, который появился, и Hyundai Tucson вот второй, там, или третий, который у меня, но это другая вообще машина. Да, какую машину украинскую мы помним. А какой Hyundai был в 62-м году, когда они начали? Так я понимаю, я говорю, а какая украинская машина? Никаких традиций не было ничего. Они сейчас создали машины, которые лучше, чем японки. Я согласен с этим. Они сейчас электрокары создали не хуже Теслы. 50-100 украинцев-бизнесменов имеют понимание рынка на уровне мировых стандартов. Если они сегодня просто не мешать им, то они просто порвут всех конкурентов, да? Совершенно очевидно. То есть, ну, когда они говорят, блин, ребята, мы не знаем, что делать, причем производители, я знаю, да, которые там делают хорошие там продукты питания, да, они хотят делать переработку. Но постоянно они сталкиваются с тем, кредитов нету, душат регуляторкой, налоговые накладные, и пошло-пошло-поехало. И ходят, щипают. И кое-что щипают, как этого гуся. Да, да. Так он говорит, блин, я думаю, а ему там, смотрите, вот эти ребята, которые там реально золотой фонд предпринимательства Украины, им сколько там уже, 50-60 лет, да, кто-то этого. Они, ну, после войны еще 2-3 года, если ничего не поменяется, Польша, Чехия, Болгария, Румыния, и все. И не увидим, а это же каждый такой человек, это, ну, это миллиарды долларов упущенной выгоды, понимаете? Так точно. Поэтому вот здесь вот нужно как раз делать ориентацию на этих людей. Но когда мы будем условно, представляете, вот второй сюжет, это такой госплан, да, а-ля Лукашенко. Так, сели вы без смены, а я главный здесь. Вот вам в одно место, тут развивай этот кластер, тут этот кластер, тут этот кластер. Если кто не принимает, пошли вон. Это же совок, этого не должно уже быть. Так девелопер не делается. Это знаете, когда вот после Второй мировой войны, когда многие страны, девелопмент, решили обратиться к Всемирному банку и МВФ за поддержкой в развитии. И они через чиновников сделали где-то там гидроэлектростанцию, где-то дамбу, где-то там промышленное предприятие, где-то все. И в конце концов, длинная доля этих проектов, которые были вот через такой схематоз заведены, они обанкротились. Долги остались, чиновники обогатились, и ничего не поменялось. Это наша тема. Санализируем. Денис. Знаете, то, что вы говорите, оно прям как на душу ложится. Потому что я, в принципе, бизнесом с 2001 года занимаюсь. Обороты компании у меня были более 2 миллиардов, более 3,5 тысяч человек. И поверьте, после 2011 года большинство времени занимается отбиванием от разных уголовных дел, от правоохранителей, от налоговой, суды и так далее. У меня было так, что на мое предприятие приезжало в течение месяца 11 разных проверок с разных служб. И ни в одной стране мира такого нет. И ни в одной стране мира такого нет. У меня было так, что вы говорите, что вы говорите с этой ситуацией победителями, причем на экономическом фронте, и полностью иметь план, и мы его сразу должны внедрить. Это финансовая система, экономическая система, либеральная налоговая система, это свобода капитала, это защита права собственности, это правоохранители, которые должны заниматься охраной людей и улиц. Не финансами, не экономикой, не таможней, а сугубо охраной правопорядка. И вот тогда мы в принципе, вторая Швейцария, второй Сингапур, это все абсолютно просто сделать. Нужно просто, вы правильно говорите, 100 наших бизнесменов, да, вот с наших бизнес ассоциаций собрать, дать им возможность, дать пилотный проект, да, скажем так, государство Украины. Они сами будут делать такой проект. И мы построим с Украиной такое государство, которого нет в мире, самое сильное, самое экономическое, но нам надо дать эту возможность, только без этих глупостей. Поэтому вот так. Хорошо, спасибо нашим гостям, потому что у нас уже Евгений Дехлая ждет, наш следующий гость. Вот, вот, скажу о том, в заключении, там, Дениса, да, что вот в этом месте уже выходит моя книга «Новый запад. Украинская мрия». вот она как раз и описывает теоретические, практические элементы, конечно презентую, она типографии на русском и на украинской будет, сейчас польский, английский делаем, ищем возможности. Вот я хочу, чтобы вот как раз через вот такого рода вклад в дискуссию, и мы не упустили шанс, потому что пятый год, пятнадцатый год, вот таких системных предложений не было, они были не представлены, а когда она представлена, написана, оно просто как-то, думаю, обогащает дискуссии, делает ее более направленной. Предходите, когда, в том числе, когда выйдет, чтобы вы показали ее, и мы сказали, где ее можно купить, и все ее начали покупать. Да, спасибо Дилису, спасибо Ярославу, мы продолжаем сейчас, Евгений Декса зайдет, как раз вот Олл с позиции топ-менеджера, который внутри вот критической инфраструктуры, там находился долгие годы, транспортный прежде всего, я имею ввиду, вот, управлял МАУ, там управлял железной дорогой, Олл как раз расскажет, вот, о всяких абсурдных вещах, которые вам предстоит преодолеть. Евгений, заходите. Доброе, все друзья, спасибо, все хорошо. Спасибо. Да, мы не будем перерываться на другой эфир, разбивать. Привет. Приветствую. Доброе утро. Да, мы не будем, мы не будем… Не сегодня. Не сегодня, да, вот мне не хочется просто забивать себе голову. Вот. Доброе утро. Мы из чего, почему тебя зовем? Вчера у нас был большой эфир по кластерной экономике, где вот как раз Кущ с Арестовичем и нами мы обсуждали, как, ну, в общем-то, как запустить модернизацию и в каких аспектах. Но одна из ключевых проблем нашей экологики и вообще нашей стрелы – это качество менеджмента, качество управления и проблемы, с которыми управленцы сталкиваются высокого уровня, там, да, ты к таким относишься, потому что ты управлял МАУ и… ну, расскажи, где ты еще… И МАУ тоже. Не только МАУ, как бы, да. Вот. И, собственно говоря, вот в том числе твой личный пример, он позволяет тебе, твой личный опыт, он позволяет тебе изнутри системы рассказать, вот, что у нас получалось, что не получалось, какие тенденции, вот, там, в транспортной инфраструктуре, они позволили бы Украину пушнуть вверх, какие бы, наоборот, создадут проблемы в будущем. И мы об этих проблемах тоже в том числе здесь говорили. Короче говоря, давай вот поговорим о твоем опыту управленца изнутри системы и как вот нам выйти за пределы существующая система. Потому что в том числе и твой личный опыт это показывает и отворачивает многих от того, чтобы заходить, заходить в управление государственными активами. Поскольку против тебя возбудили уголовное дело, Набу потом взяли, а еще вынесли суд, который, суд вынес решение, которое возбудил всех, вот, просто всех нормальных людей, когда мы это посмотрели, то были просто в шоке, какой абсурд может быть в нашей стране. И вот это не по поводу, там, какого-то самооправдания, там, или нытья, а вот наш эфир, он по поводу того, чтобы люди поняли вообще, в каком абсурде приходится принимать решение. Вот все ждут хорошего, праведного Вашингтона, какие придут, значит, сюда. Винпочной принимает решение, значит, экономика побежит вперед, все побежит вперед. Но оказывается, что вот любой управленец в нашей стране, он скован таким количеством дебилизма, таких правил, что ничего не... Ну, наоборот, когда он что-то пытается сделать, когда он пытается прорваться, как бы сделать какой-то прорыв, то его делают виноватым и все, как бы, и мотивация убивается. Вот об этом мы давай поговорим. Ну, вот Денис только что рассказывал, что он с 2011 года большинство своей энергии тратит на то, чтобы отбиваться от уголовных дел, от различных, так сказать, наездов. Ну, не каждому так везет. То есть, он, видимо, отбивался и отбился. Вот. Если уже говорить серьезно о том, что такое управление большими проектами, большими предприятиями, то это, в первую очередь, это конкурентная борьба. Конкурентная борьба, она сегодня базируется на скорости принятия решений и на скорости использования ресурсов. Скорость принятия решений, она возникает только в том случае высокой, когда есть структура, где уровень принятия решений на достаточном уровне, не на избыточном, когда вот директор принимает все решения, все должны согласовать. А для этого, конечно, нужен для того, чтобы делегировать права принятия решения на более низкие уровни, соответственно, должен быть качественный менеджмент. Качественный менеджмент должен быть замотивирован на то, чтобы заниматься задачами государственного управления. это большой вопрос. Мы вопрос этот дискутируем уже много лет. Какие должны быть зарплаты у менеджмента, в каких условиях он должен работать. И основная из проблем менеджмента государственного или, скажем так, больше управления публичными ресурсами, то есть это могут быть госпредприятия, министерства. В любом случае, это задачи очень важные, но мы в каких условиях это делаем? В условиях абсолютно нереформированного законодательства. На сегодняшний день у нас большинство подзаконных актов, они еще там датируются 67-м годом, 90-м годом. То есть это о скорости принятия решений. То есть весь мир пошел вперед, многое лишнее откинуто. А у нас мы несем этот багаж с собой, и мы на него ориентируем свое движение. Как мы можем двигаться вперед, когда мы ориентируемся на прошлое? И это как раз та билка, в которую попадает менеджмент. Когда менеджмент хочет осуществлять уже захейтенное слово реформы, у нас это уже слово развитие. Позитивное, скажем, изменение. Потому что конкуренция – это всегда вопрос изменений. Успеваешь ты за всеми изменениями, которые происходят в экономике, или не успеваешь? Так вот, когда ты работаешь над тем, чтобы менять систему, ты упираешься в любом случае в отсутствие достаточного количества инструментов в области публичных ресурсов в сравнении с даже бизнес-предприятиями или бизнес-средой, в которой… А в чем разница между публичной средой? То, что акционер является государством, так что государство не должно быть конкурентно с бизнесом или не должно быть конкурентно в эффективности? Так отсюда же появляется тезис о том, что государство не может хорошо управлять своими ресурсами. Это корни же здесь лежат. Как оно может хорошо управлять ресурсами, если нормативная база создала таким образом, чтобы оно не могло управлять, в принципе, хорошо этими ресурсами? Абсолютно верно. И никто не занимается реальными изменениями в структуре управления публичными финансами. Где корпоратизация предприятий? Где приватизация? То есть это те вопросы, которые должны развязать менеджменту руки, а не так, что ты работаешь в государственном предприятии, у тебя совершенно другие инструменты, но ты, как, к примеру, предприятие инфраструктура, я работал на предприятии, я работал на нереформированной еще железной дороге, когда она не была акционерным обществом. И это совершенно другие условия, чем то, как сейчас работает укрозалезница. Я работал в аэропорту Борисполь, когда это было нереформировано и по сегодняшний день нереформировано там добавился наблюдательный совет, но по сути ничего не поменялось, потому что это не акционерное общество, и оно живет совершенно по другим законам. К примеру, имуществом аэропорта Борисполь распоряжается фонд госимущества. А давайте посмотрим, фонд госимущества в какой еще стране распоряжается площадями аренды? Ни в какой. На постсоветском пространстве уже этих функций нет. Ни в Белоруссии, ни во вражеской России, нигде. То есть занимаются приватизацией, акционированием и в принципе все. И получается, когда инфраструктурное предприятие в своей конкурентной борьбе, вот как аэропорт Борисполь, в борьбе с другими аэропортами для обеспечения сервисных своих функций должен качественно, качественно найти контрагента, который будет заниматься сервисом, он не имеет права. То есть это право уже изначально лежит за отдельно взятым фондом. Такого нет в мире. И это один из важнейших факторов. Поэтому... Давайте сделаем небольшой дискурс относительно обвинения, которое... Один момент. Смотри, я читаю сейчас позицию... Подожди, подожди, Коля, не так. Мы просто должны ввести в контекст... Так вот в контекст. Я же хочу... Подожди, мы должны ввести в контекст для того, чтобы показать, как развивалась система управления в данном случае. Так я хочу про это и сказать. Смотри, какая штука. Я читаю конкретно позицию Миллера, то есть ваших защитников. Но ты к делу переходишь? Зачем, если мы в контекст не ввели людей? Потому что в контексте написано, что те договора, которые вы заключали, они их раньше заключали. Раньше заключались точно такие же договоры. Мы сейчас в детали даже... Смотрите, если мы сейчас будем обсуждать дело, то нам понадобится 2 часа. Я вам расскажу все аспекты дела, почему там нет... Да я не хочу обсуждать все аспекты дела. Я хочу задать конкретный вопрос и получить на него ответ. Это была практика в аэропорту Борисполь. Начиная с 2011 года, когда готовился аэропорт Борисполь к Евро-12, специально была выбрана форма договоров, которая позволяет сдавать в аренду помещение самим субъектом, то есть аэропортом Борисполь, до того самого момента, пока не будет проведен конкурс. То есть этот договор обязывает контрагента аэропорта Борисполь обязательно запустить процедуру в фонде, но так как эти процедуры по истории взаимоотношений и того, как фонд работает, особенно в те времена, когда, извините, фонд ручное голосование, объявление в вестнике приватизации в газете, то есть мы уже не помним, это же аспекты 2015-2016 года, то, конечно же, это спасало аэропорт Борисполь, когда я говорил про скорость принятия, это позволяло принимать быстрые решения, которые нужны были для развития предприятия. А фонд, когда проведет конкурс, выиграет это предприятие, будет дальше арендовать по договору с фондом, не выиграет этим договором, они обязаны передать площади назад. Ну и получается, что как бы фонд Госмайна является распорядником по всем объектам, то есть по всем, кто государственный предприятий. По всем объектам, понимаете, но не все объекты государственные так критично зависят от качества контрагента и от скорости передачи. Сервисное предприятие, аэропорт Борисполь, которое в интересах своих пассажиров, в интересах авиакомпаний, которые должны туда прилетать, должно действовать быстро, потому что это сезон, начинается летняя навигация, нужно запустить авиакомпании, у нас начинается чартерная программа, куча голодных пассажиров в терминале ДЭС, которые съехались, а ресторана нет. Конечно. Со всего мира. Со всего мира, а с регионов. Да. Все прилетали в Борисполь для того, чтобы улететь дальше. И вот они сидят, а отмененные рейсы, вы помните 16-й год, сколько было чартерных рейсов, сколько людей, а мы, скажем, уважаемые пассажиры, нас вам нечего покормить, потому что мы запустили процедуру в фонде госимуществом, она длится два года. Когда они уже проведут этот конкурс, тогда вы и получите свое питание. Вдох. Авиакомпании претензию предъявляют, а мы обязаны кормить задержанных пассажиров. Где взять? Дайте нам предприятие, где мы дадим ваучер, чтобы люди покушали. Вот такие вот, вроде бы, абсолютно логичные в бизнес-среде вещи, к сожалению, совершенно не воспринимаются антикоррупционными органами не на уровне детективов, не на уровне прокуроров, не на уровне судей, как оказалось. Да, и смотрите, и получается при этом, это же еще избирательный момент, потому что, смотрите, не вы изобрели этот инструмент, вы им воспользовались, но никого не привлекают к ответственности за изобретение этого инструмента, за внедрение его, за пользование им в других договорах, в других каких-то делах, кейсах. И после вас тоже им пользовались, и тоже никого не привлекают. Шесть директоров подписывали аналогичные договора, всего их подписано больше 150 в аэропорту Борисполь, и только два договора сейчас фигурируют в деле, которое не инкриминирует. Очень интересно. У вас есть гипотеза, почему это конкретно вас касается, а остальных шести директоров не касается? Нет, у меня нет гипотезы, потому что, во-первых, по другим наверняка истекли сроки давности. А как по вам не истекли? А по мне вот еще чуть-чуть не успели истечь. Ага, вот такая история. Очень интересно. И при этом, при всем, я вижу, что перед вашим участием в аэропорту Борисполь были убытки аэропорта в 127 миллионов гривен, а когда вы пришли, то официальный заработок аэропорта составил 600 миллионов гривен в год. Ну, это по украинской отчетности, по международной отчетности в 2014 году было 500 миллионов гривен убытка, а более 700 миллионов доход. То есть, смотрите, это такая конструкция, когда где-то прибывает, откуда-то убывает. Поэтому нельзя сказать, что эта система так легко управляема с точки зрения прогресса. обязательно есть страшное сопротивление самой системы и заинтересованных лиц. А кто был сопротивляющимся субъектом? Все, кто наживались на аэропорту Борисполь. А как они наживались вне договоров аренды? Это было просто в тупую размещение хозяйственной деятельности? На устах договоренности? Ну, смотрите, на разных закупках в аэропорту, к примеру, мы одни из первых, кто вел, еще не было Прозора, мы открывали уже все закупки в онлайн-трансляции на ютубе. То есть, мы применяли все возможные формы для того, чтобы сэкономить затраты предприятия и усечь коррупцию. Вот поэтому вот я сейчас продолжаю борьбу уже с, так сказать, доказываю свою некоррумпированность. Тем более, что в деле нет вообще предмета коррупции. Но самое интересное, это то, как посчитан ущерб, которым не инкриминируется в этом деле. Почему? Потому что у нас ущербная система оценки в стране. И это, кстати, серьезная проблема. Потому что, смотрите, придет победа. И мы захотим, чтобы весь тот урон, который нанесен нам, моральный и материальный, был возмещен. Мы будем иметь на это право. А кто посчитает? По каким принципам? Если оценку делают оценщики, которые далеки вообще от предмета оценки. У меня оценщик, который делал оценку в 19-м году, право аренды в 16-го года, он руководствовался только теми документами, которые ему дал детектив. Мы его в суде, мы его вызывали в суд и спрашивали, а вы оценку рынка делали? Вы видели, что цена, по которой по предварительному договору, который, кстати, формировался по цене оценщиков. То есть, нанимался оценщик фонда госимущества, который делал оценку, и это было основанием для заключения договора цены. Так вот, в 16-м году цена, по которой сдавалась по предварительным договорам, была абсолютно или выше, или равная тем ценам, которые в аэропорту Борисполь были на конкурсах фонда госимущества. И когда он говорит, что конкурс обязательно повысил бы цену в 16-м году на эти помещения, ну, так я вам хочу сказать, что из более 40 договоров, заключенных фондом в этот период 16-го года, больше 30, сейчас не помню точную цифру, было не по конкурсу, а по процедуре оценки покупательского спроса. Потому что это политический орган, который проводил все эти процедуры, только когда имел правильного контрагента. И все это... Поэтому это настолько необъективная вещь, вот эта оценка. И если мы не научимся культуре правильной оценки, то мы ни в каких международных судах не докажем свой ущерб. Потому что то, что несут в суд НАБУ с точки зрения оценки, ну, это отсутствие полной логики. Там нет экономических оснований под это. Ну, если я так понимаю, что ущерб насчитан именно как с точки зрения фонду, что типа вот фонд как бы нет... Это отдельный вопрос, почему фонд по двум отдельным договорам, а не по всем 150, посчитал себя потерпевшим. Только в этих договорах он потерпевший. При том, что понимаете, какой же он потерпевший, если с предварительных договоров 70 процентов, как положено, при любом распределении аренды государственного имущества, аэропорт Борисполь отправлял в фонд госимущества. Понимаете? То есть они получали деньги от тех договоров, которых бы не было до момента проведения ими процедуры, сами вовремя не проводили процедуры, а виноват я. Потому что я заключил договор в интересах аэропорта, в интересах этих самых наших пассажиров, в интересах авиакомпании. Вот такая вот интересная история. Но давайте поговорим о чем-то более... Я просто... Ну, просто Коля сбил, как бы на самом деле я собрался об этом говорить в конце, для того чтобы пройти всю логику вообще, вот как развивалось все, как это. Но Коля со своим кельтским этим максимально... Ну, хорошо, хорошо. Окей, окей. Нет. Важно двигаться в логике определенной, для того чтобы человек... Потому что вот люди сейчас, вот они начали слушать, и хоп, мы погрузили ситуацию, которая ни тебе непонятно, ни мне непонятно, ну никому непонятно там, да? И мы начинаем разбираться, ну, найти как бы логику. Понимаешь? Вот. Я просто вот о чем... Вот что условно вот говорит Евгений? Вот я встречался с производителями дронов. Вот. Они говорят, мы можем... Уже развернуто производство. Вот. Мы там можем разведчиков делать, там дроны, камикадзе делать, там как бы там, да? Прошли какую-то сертификацию внутри Министерства обороны, там. Вот. И дальше... И дальше им говорят, все, вот мы сертифицировали, дальше вот все, контракты подписывайте. Мы подписываем контракт, и все пойдет хорошо, как бы там, да? Вот. Убери его, и выделяй госбюджетом деньги, потому что в этом есть огромная потребность. Мы все собираем эти гробаные дроны, вот, которые завозятся правдами, неправдами этого человека. А тут куча производителей, куча, на самом деле, это не один производитель, их куча, которые стоят в очереди и говорят, давайте деньги мы будем производить. все, все для этого есть. Проходит, они пришли сертификацию, говорят, давайте, давайте, проходит полтора месяца, вот, ничего не двигается. То есть, они чего-то ждут, как бы там, да, то ли занесут там что-то, то ли еще что-то, должно произойти какое-то чудо. То есть, цена этой медлительности, я-то все почему замуж? Это про скорость принятия решений, конечно. Да, это то, о чем говорит Женя, что цена этой медлительности, это же на всех уровнях так, цена этой медлительности, это, ну, просто тысячи жизней, которые просто гибнут, разрушение, разрушение инфраструктуры, потери боевой техники, всего остального, не наносенный ущерб врагу там и так далее. Вот, потому что они находятся в протоколах мирного времени, вот, и эти протоколы, которые были подписаны, как вот абсолютно здесь правильно писали, там, еще при Сталине там, или при Хрущеве, Брежневе, в лучшем случае, они определяют всю логику принятия решений. И люди даже не напрягаются, чтобы выйти вот за рамки вот этих протоколов, и посмотреть, ну, а что же отвечает нашим потребностям? Юра, а может они боятся? И они боятся, да. Потому что они боятся отступить от протоколов, и никто не дал эту свободу принятия решений. Вот в чем проблема. Мы же не конкурентны, не потому что мы дурнее, или чего-то не знаем. У нас, у нас очень развитая, на самом деле, нация. Очень развитая, мы прогрессивные. Мы ограничены скоростью принятия решений, потому что мы весь старый багаж законодательный тянем за собой, вместо того, чтобы его менять. Условий нет для скорости. То есть, надо 20 законов, вот взять вот это все, нахрен снести. 100%. Вот принять там закон из 20 пунктов, я не знаю там, да, вот если брать вашу сферу там, да. Ну и все, и пошли вперед. Ну вот, смотрите, сейчас вот мы сидим в эфире, параллельно идет, сейчас мера пресечения принимается для Пивоварского, да, то есть, кто-то может не смотрит ваш эфир, потому что, приводит трансляции, идет этот процесс, да. Сегодня же, да, Укрпочта, в конкуренции с новой почтой, сегодня заявляет о том, что, пан Смельнязкий, заявляет о том, что мы будем снижать расценки для передач с Польшей, для всех этих своих отправлений и так далее. Укрзалезница сегодня же тоже вторит Укрпочтник, говорит, и мы будем снижать наши все тарифы, потому что это сегодня злоба дня, конкуренция, необходимо обеспечить потоки и так далее, поддержать экономику и так далее. А кто сказал, что это все вот прям не будет воспринято как нанесение ущерба, как в некоторых случаях. То есть, это смелые люди. То есть, смотрите, погружаю в контексте Перпивоварского. Какой-то следователь в НАБУ, вот, он сидит такой и думает, а, ну, ему же нужно гнать вал показателя. Все же в НАБУ обвиняют в том, что вышли, довели, или доказали, или чего, ну, реально же там, вот, сколько денег было выделено на то, чтобы она работала там, да, а реально на выходе пшик, то есть, никто не посаживает. И вот они схомнулись, в какой плане, что нужно дать какой-то вал показателей. Вот. И они начинают искать, как бы этот, кому прицепиться там, да. И вот, Пивоварского же там обвиняют с Шульмейсером тоже там, Володей, которая тоже злая, в том, что они понизили ставки в портах, вот, и это якобы нанесло экономический ущерб, потому что, ну, государство получило, не дополучило, не дополучило, какой-то прибыль. Но всегда ключевой, извините, что я понимаю, но всегда ключевой вопрос, контекст. Потому что, если ты смотришь, условно, в промежутке одного месяца, и государство недополучило прибыль, и в промежутке десяти лет, то абсолютно разные тенденции могут быть. Они разделили доходы морского порта между государством и частной компанией, как это прописано, кстати, в законе. Но, на момент этого разделения, которое, в принципе, абсолютно справедливо, потому что частная компания сделала дно углубления, о котором должно было позаботиться государство за свои деньги, да, и начали собирать тарифы на дальнейшее дно углубления. Эти деньги лежат у компании на счету 30 миллионов. Это целевые деньги. Эти деньги эта компания сможет потратить вновь только на дно углубления. Только сегодня они не могут потратить эти деньги, потому что военная ситуация. Сегодня никто же не будет заниматься дно углублением. Эти деньги, а самое ключевое то, что эти отношения между хозяйственным субъектом рынка и государством должно было быть, как во всем мире, обеспечено договором концессии. Это обычные концессионные отношения, когда инвестор вкладывает деньги, а потом получает совместно с государством определенную долю от доходов. Только в те дремучие года не было еще закона о концессии, он значительно позже вышел. И сегодня бы этой ситуации бы не было. Более того, я хочу сказать, если бы вовремя была акционирована компания аэропорт Борисполь, то и моей бы ситуации в суде не было, потому что аэропорт как собственник, акционер, все 100% акции у государства. Вопрос только формы корпоративной, которые имеют аэропорт те же права, что другие или нет. Например, Укрзалезница распоряжается прекрасно всем своим имуществом самостоятельно, потому что акционерное общество, Укрпочта тоже. За счет этого они могут делать какие-то изменения и, соответственно, принимать решения правильные. Аэропорт Борисполь по сегодняшний день не акционирован. То есть, по сути, государство, оно не не принимает решения, которые создают возможность для самостоятельного ну как бы самостоятельного управления. И создают условия для эффективной работы своих предприятий. Да. При этом остаются какие-то лазейки, которые позволяют фонду госимущества, который реально не управляет активно. Но сейчас значительно лучше, чем раньше, потому что сейчас есть прозоропродажи, через которую проводятся эти тендеры. Опять-таки, это делает фонд, а не хозяйшие субъекты. Но смотрите, в KPI директору аэропорта прописано увеличение доходов и так далее. А это же важный элемент. То есть, у фонда этого нет. У него другие KPI. У него там доходы от приватизации и от аренды в том числе. А кто прописал эти KPI? В контракте прописывается... А кто заключил В уставе самого предприятия прописано, на что нацелено предприятие. Понятно. А вот KPI вы говорите. Вот для вас конкретно. Кто прописал KPI? Когда я работал в аэропорту Борисполь, к сожалению, у меня не были прописаны KPI. У меня были задачи, которые я понимал, что пришел на убыточное предприятие в конце 2014 года, а в 2015 году заканчиваются кредитные каникулы японского кредита за строительство терминала D. не нужно отдавать деньги Минфину по японскому кредиту, чтобы не загонять в дефолт. Понимаете? То есть нужно было срочно менять финансовую ситуацию в аэропорту. Ну и аэропорт Борисполь, это, как любой аэропорт, естественная монополия. Он должен концентрироваться в первую очередь на своей профильной деятельности. Все рыночные виды деятельности должны отдаваться на рынок и аэропорт не должен в этом участвовать. Кстати, это было одним из первых задач, которые я себе поставил. Я пытался с аэропорта отдать на аутсорсинг все виды деятельности, которые ведет аэропорт рыночный. Почему? Потому что аэропорт всегда имеет преимущество. А представьте себе, что такое из публичной сферы аэропорта государственного Борисполь отдать логичные вещи на рынок это значит нанести ущерб. то есть у меня были споры с профсоюзами меня за галстук стягивали со сцены в клубе когда я пытался вместе, кстати, с Андреем Пивоварским тогда он был министром доказывать профсоюзным деятелям что это все на пользу предприятия что это прогресс. Вот. А через несколько лет антимонопольный комитет обязал аэропорт Борисполь отдать всю хендлингскую деятельность на рынок и не имел право самостоятельно этим заниматься то есть получается что я где-то опережал то есть просто по бизнес логике ты видишь что нужно для развития только ты не получаешь нужных инструментов и это становится непопулярными действиями система сопротивляется сама любым изменениям и еще кроме того что система сопротивляется ты еще не имеешь достаточно инструментов ты принимаешь решение в какой-то условно серой зоне а кто находится в этой серой зоне сегодня там огромное количество чиновников а военные в какой зоне находятся а шлях министерство инфраструктуры в какой зоне он что имеет всю нормативную документацию как то есть а что не надо было волонтера выпуск через эту систему направлять да не только волонтеров вообще ну как бы я просто бизнес потому что и бизнес это используют для того чтобы выезжать смотрите если пользоваться только буквой законы не духом закона а буквой закона то все остановится вот никакого прогресса не будет потому что изменения законодательства не успевают за изменениями обстоятельств мы что блокпосты построили по проектам или туда материалы эти блоки бетонные лес и так далее откуда они все взялись а ну накладные может на это давайте кого-то посадим может за это ведь серая зона она очень большая тогда когда нет свободы ну тут самое главное мне кажется вообще что вот политика антикоррупционных органов она должна быть прямо направлена на тех кто получает личную выгоду незаконность богачения там или это хабар или это вы сделали например в рамках того чтобы там ну условно свой бизнес развить да то есть ну я сейчас утриру то есть вы использовали какие-то полномочия для того чтобы свой бизнес предоставить себе личную преференцию я понимаю логику того что делают например в Одессе относительно там Калхуна Грановского то есть это понятно то есть люди создали бэк-офис отжали себе аэропорт там да как бы в Одессе зарабатывали деньги на на всем что можно обилетить в Одессе все это знают как бы огромное количество зафиксированных фактов там Маргарденко про это говорил там очень много и разные люди то есть тут понятно есть конкретные бенефициары есть мотив да есть все есть есть инструменты а тут какая-то непонятная 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 как это ущерб непонятный ущерб который якобы нанесен вы знаете мы пребывали вообще два года суда в таком неведении реальном неведении мы были уверены что при отсутствии мотива личного при отсутствии связи с третьими лицами которые не установлены не предъявлены в отсутствие реального ущерба мы дали в суд четыре экспертизы вместо той одной которую я говорил которая сделана непонятно чего ретроспективно в девятнадцатом году оценим шестнадцатый год по конкурсу по конкурсу восемнадцатого года в аэропорту Борисполь и в аэропорту Львов то есть при том когда у эксперта спрашиваешь а как вы так не оценили а вот мне что детектив дал то и оценивал если бы он мне дал другие материалы то и оценка была бы другая он вообще в суде говорит что это настолько субъективно но это суд принимает несмотря на заявления в суде суд принимает это как коррупционные действия несмотря на то что нет ни мотива коррупционного ни ущерба как такового ни связи с третьими лицами не связи и интересы службы он расценивает как выполнение буквы закона а я рассматриваю интересы службы это когда у тебя в интересах третьих лиц пассажира государственного предприятия то есть доходы и повышение пассажиропотока это для меня третьи лица в интересах которых я пришел работать на предприятии а если так говорить что в интересах третьих лиц это любой подписанный договор все договора подписаны с третьими лицами я вот просто иллюстрирую сейчас вот ситуация войны вот что мы конкретно все что говорит Евгелий по поводу Борисполя это вот сейчас иллюстрируется как бы ситуация с дронами то есть допустим ты делаешь дрон камикадзе который строит там условно две с половиной тысячи долларов или три тысячи долларов неважно вот он летает он у него есть параметры которые позволяют ему достигать целей все испытано все это но ты не можешь его и просто это реально происходит чтобы понимали ты не можешь его запустить через государство потому что государство в государстве сидят вот эти вот деды которые говорят так вы должны пройти вот эти все нормы дозы вот эти вот вот эти все получить там чтобы там была речка какая-то там с одного материала с другого а если речка не с такого материала то это нарушение хотя он из говна и палок собран как как эти шахиды как бы там да вот которые с говна и палок собираются там из китайских деталей там из американских каких-то деталях летит и уничтожает наносит и у этого дрона тоже такая же задача но за счет того что вот они сидят на этой нормативной базе и она вся направлена на то чтобы а ты пришел и занес им деньги вот б чтобы закрыть свою жопу и ничего ну как бы иметь стопроцентную гарантию что тебя потом не возбудит жабра если этот дрон там где-то упадет не так или что-то еще и в результате мы теряем год прошел год прошел мы производим в месяц там ну очень-очень мало дронов опытная потому что потому что вот эта вся система она не отталкивается там от здравого смысла и от потребностей ну может хоть страх нас заставит нет принимать другие решения это же уже вопрос страха тут уже не эффективность не конкуренция вот то что ты рассказываешь это уже страх должен руководствовать нами для того чтобы дать свободу принятие решений да чтобы чтобы ну в бизнесе бизнесмен почему ну вот действительно это же это вот суть вообще дискуссии по поводу того эффективный бизнес почему бизнес эффективнее чем государство да он эффективнее там где он не связан так с государственными 라고 потому что ему не нужно эту всю нормативку 250 раз как бы это пересматривать и отталкиваться от львов ну и наоборот там где государства, там где у государства как бы возможность управлять активами в той же логике, как и бизнес, у него все получается, все очень быстро работает, все зарабатывает. Смотрите, есть и примеры исторические в Украине прекрасного понимания интересов службы. Все любят Киевский вокзал железнодорожный? Помнят его до реконструкции, до того, как построили Южный вокзал, как реконструировали Центральный вокзал, за 9 месяцев был реконструирован вокзал без остановки Пас-Рыжского движения. То есть в условиях соблюдения норм законодательства это невозможно. То есть дали возможность сделать это. Герои Украины получил Георгий Кирпа. То есть скоростное движение Хундаи и так далее к Евро-12. Они бы в жизни, если бы соблюдалось все согласно украинских ГОСТов, приемка этих поездов, они бы никогда не начали ездить по нашим железным дорогам. То есть были вынуждены в серой зоне принимать правильные решения в интересах службы. А электронный билет, который к 12-му году к чемпионату был запущен на железной дороге. Представьте себе, что бы если его не было. Сотни тысяч иностранцев, которые купили билет до Киева на самолет, прилетают туда и попадают в руки жуликов-перекупщиков билетов. Вместо того, чтобы купить заранее себе на сайте билет до Днепра, до Львова, до Харькова, там где проходили встречи футбольные. Представляете? А что, была полностью подготовлена нормативная база? Нет, я просто знаю, как свидетель этих событий. Я тогда работал главным инженером пассажирского хозяйства аэропорта Укрзалезницы. Я был в процессе как раз приемки этих поездов, подготовки электронного билета. То есть огромное количество есть примеров, где это необходимо. И в аэропорту Борисполь моя позиция была точно так же. Это необходимо было. Необходимо было для того, чтобы обеспечить рост и развитие аэропорта, чтобы мы получили уже в конце семнадцатого года тот аэропорт, который мы любили и считали его лучшим, чем многие европейские аналоги. Ну, это было видно по Белоруссии. Ты представляешь, Белоруссия тогда вот в те годы, когда условная конкуренция начиналась там и как украинский как украинский выглядел аэропорт и как их выглядел. Вот. Разные вещи абсолютно. Тут вот Лариса Андрушенко пишет, а если этот дрон возвращается опять к аналогу, попадет на голову тому, кто его запускает, або налетит, то попадет на нашу территорию. Лариса, смотрите, мы находимся в ситуации, когда нам нужно выжить. А если не впадет? Вот у меня вопрос. А если не впадет? И выполнить боевую задачу. Что нужно? Можно какую-то премию выдать такому человеку? Да. Если не впадет? А за каждый, если не впадет? То есть, смотри, в ситуации, которая есть сегодня, и вот эта нормативная база, которая как бы определяет вообще, что в стране происходит, дроны просто не летят. Знаешь, я тут... Подожди, подожди, потому что их нет. Они не производятся, потому что их просто нет. Вот. И, соответственно, пока вы сидите и задаетесь вопросом впадет или не впадет, не происходят эксперименты. Ничего не происходит. Потому что на войне идет конкуренция, прежде всего, за время. Кто быстрее время выиграет, тот спасет людей своих и нанесет больше врагу своему вред. Вот. И, соответственно, пока мы сидим, гадаем, действовать, не действовать. Да, если бы так, ну, если бы все происходило вот в такой логике, то мы бы проиграли еще в начале войны все. Потому что тысячи людей, сотни тысяч людей, они не оглядывались на государство. Мы бы Киев не защитили. Да, мы бы Киев... Арестович, которому я звонил, говорил, что там нужно раздать со склада боеприпасы, звонил как бы из офиса и под паспорт людям сказал раздать боеприпасы, потому что, ну, как бы, это уже... Тьма примера. Так его, наверное, его тоже под суд тоже отдали, за то, что какие-то нормативные... Не согласовано было там ни с Минобороны, ни с Генштабом. Ну, а как? Так они брали эти боеприпасы, через три часа первую колонну вмочили и взяли пленных, и БМП там разбили. А зарубежное оружие нам брать или не брать? Да. А какая приемка? Да? Может, мы испытания проводим? Я не эксперт, я просто аналогию провожу, потому что я много техники, как инженер, принимал для государственных предприятий. Я знаю, что такое процедура. По ней вообще можно забыть что-то получить вовремя. Ну, так, сундаем, может, так и получилось, потому что они же были под другие стандарты, и сначала были вот эти проблемы. Специально для нас изготавливались. За полтора года подвиг совершили корейцы, создали подвижной состав, им была задача к Евро-12, 10 поездов. То есть, ну, послушайте, они свою работу сделали. Да, но не все так было адаптировано, оно в процессе приводилось. Одну зиму вообще была катастрофа, они останавливались. Но можно было остаться без них вообще. Это было бы самое безопасное решение. И возить в этих теплушках, которые в Советском Союзе 50 лет назад были сделаны. Конечно, вы бы дальше ездили бы в спальных вагонах, как ездили при Советском Союзе. Так мы же сейчас имеем возможность менять модель перевозок Украины, делать какие-то железнодорожные хабы, связывать их между собой скоростным движением, пригородное. То есть, это все впереди. И забывать уже эти ночные поезда, которые неэффективные, экономически нецелесообразные. То есть, это целая история, это новая эпоха. Но если бы в 2012 году не запустили скоростное движение, то мы бы сегодня это не обсуждали. Мы просто бы не знали, что это такое. Мы бы рассказывали, как в других странах это все ездит. А мы вот продолжаем. Почему? Потому что. Ну, потому что. Боя за риска. Абсолютно верно, нужно принимать смелые решения. Смелые решения должны принимать не только менеджеры, но и работники правоохранительных органов и антикоррупционные вертикали. К примеру, судьи должны иметь смелость на то, чтобы оправдывать людей, которые не должны за свои действия быть наказаны. Понимаете? А оно работает, все, вся вертикаль, НАБУ, САП, ВАКС, работает в карательном режиме. Да, 98, по-моему, процентов. Да, традиционно. Решили судов, что при Сталине, что при ЕДА, при Независимой Украине. Ну, потому что надо с САПком расставаться в своей голове. Кстати, их же там на доброчестность проверяют, выбирают и так далее. А на понимание экономических принципов. Кто-то вообще хоть какую-то задачку им ставил. Они же входят сегодня в экономические вопросы. Они пытаются решать экономические вопросы. Тогда давайте оценивать с точки зрения логики бизнеса эти все процессы. Это не работает. По сути, кто в этот момент у меня вопрос. Кого мы привлекать будем для оценивания? Это же не юридические категории получаются. Хотя и по юридическим они не работают. Слушайте, тут у меня, коллеги, вопрос такой возникает. Я когда слышу вот эти вот зауважения относительно АШО, я как впаде. Комусь на голову. Я сразу вспоминаю, как при Центральной Раде Украинской Народной Республики большинство украинцев, в общем-то, поддержало экспансию большевиков сюда. И вырезали друг друга. И помещиков вырезали. Буржуи, все такое. И не допускали тех попытки даже управления страной, которые вообще-то для украинской культуры и образования сделали наибольшие вклады и так далее. Меценаты и тому подобное. А бы буржуи. Буржуи. Вопрос, как поменять государственное управление, если такие проблемы? Где реча? До освобождения. До свободы. Только свободу. Смотрите, но предпринимательство и креатив не живет в несвободной среде. Поэтому и уезжают люди делать бизнес за границу. И у нас много примеров тому, когда они стали успешными за границей. Мы ими гордимся. Но они успешны там не потому, что они талантливы тех, кто остался здесь, а потому, что они нашли для себя подходящую среду для развития своего креатива. Так и есть. Если мы создадим эти условия здесь, мы должны приходить к новому общественному договору. Мы должны менять правила нашей жизни. Мы должны их менять у себя в голове и договариваться о том, что нам нужна свобода, нам нужно принятие быстрых решений. А оно не бывает по-другому. Тут же проблема, вы знаете, самое главное в чем. А с кем договариваться? Кто субъект от этого договора? Между кем и кем этот договор будет? Мы же не в той ситуации. Это же не вопрос договора, на самом деле. Это вопрос того, у нас вообще ничего нет. Мы действуем до сих пор в парадигме Советского Союза. Мы это не отменили до сих пор. Украинские граждане не получали власть в этой стране. Но по факту. Как республика граждан. Вот не было. Сидит класс номенклатуры, который традиционно делится этой властью, передает ее от отца к сыну, от дяди к племяннику и так далее. Потому что власть должна быть элементом романтического служения в своей любимой стране. И гражданам. Понятно, гражданам. То есть это не должно быть элементом достоинства какого-то. Вот я при власти, могу себе что-то дополнительное позволить или статус. Это должны идти люди, которые готовы. Почему мы и ждем, что люди из бизнеса придут и приходят во власть для того, чтобы что? Потому что они понимают, что в этих условиях им бизнес развивать сложно или невозможно. Поэтому они говорят, ладно, я потрачу какие-то годы своей жизни на изменения, свой вклад в изменения. Это же романтизм. Это стремление, которое нужно поддержать. А классно поддержали с Пивоварским. Это же человек из бизнеса, пришел управлять министерством, ему доверили для того, чтобы он провел необходимое преобразование, которое народ ждал, изменений. Ну, посмотрим, чем сегодня это закончится. Здесь хороший, как бы это, за Вторую мировую войну Михаил Иштейнбак, наш постоянный зритель, никак если бы эфир сделаем. Михаил, давайте просто пылите, скажите, Юра, давай сделаем эфир, потому что я очень с вами хочу поговорить. Так, за Вторую мировую войну прошли путь от бипланов деревянных до реактивных истребителей, от гаубицы до баллистических и крылатых ракет. И никто не думал, упадет или нет. Нужно было побеждать. И нам сейчас нужно побеждать. Вот это, ну, вот, ну, вот, это, ну, это, это здравый смысл. Это такие банальные вещи, которые, как бы, казалось бы, страдавшим их выкидывать. Смотрите, я читал аналитику, почему, скажем, наша ЗСУ эффективнее, чем российская армия, то в первую очередь, потому что... Инициатива. Потому что есть инициатива, и она поощряется. То есть уровень принятия решения спущен на достаточный уровень. Не избыточный, а достаточный. Тогда получается, то есть за счет скорости принятия решений мы сегодня на поле боя выигрываем. Почему нам этот успех, успех не перенести на все другие сферы деятельности, где мы хотим быть успешными? Вот именно свободу, вот это принятие решений. И мы получим точно такой же результат. Точно такой же и в экономике. Так же, как мы выигрываем... То есть у российской армии это обязательно согласование по всем структурам, у нас свобода. Группа военная принимает самостоятельное решение, автономно действует. За счет этого мы эффективны. То есть это рецепт. Да. Народ, знаете, что зацепило? Очень хорошие лочные поезда, экономия времени. Я не согласен с гостями. Как уютно ехать в Одессу, в купе. Нет вопросов. Никто не говорит, что нужно... А кому-то удобнее дневным поездом. Почему Европа ездит днем? Ну, расстояние меньше, во-первых, страны меньше. Скорость выше. Но Франция такая же, как Украина. Скорость выше. Когда скоростной поезд два раза быстрее, ей тогда уже другая. До этого тоже надо дойти, нужно вкладывать в инфраструктуру. А мы же юзаем старую инфраструктуру. Да, там рельсы никто никогда не видел. То есть у нас же страна амортизации. Мы же получили в наследство все заводы, железную дорогу и так далее. Всю инфраструктуру. Мы ее 30 лет юзаем и считаем, что пока эта корова дает молоко, зачем же нам ее окормить? То есть мы... Понимаете? И так самое страшное, что мы как инфраструктуру, мы так и законодательство точно такое же получили в наследство, которое нас сегодня в такие загоняет парадоксальные конфликты с самими собой. Когда люди приходят и говорят, я бы хотел что-то сделать хорошее, но, блин, меня же накажут. И таки да. И таки наказывают. И таки да. И вот я хочу знать, мы скоро выиграем войну. Нам нужно будет создавать новую инфраструктуру. Я говорю создавать, а не восстанавливать. Потому что мы не должны думать о восстановлении. Потому что это все самортизированная, старая инфраструктура. Мы должны начинать строить новое. А кто это будет делать? Какое? А вот какое даже строить? Новое. Ну вот новое в какой логике? Потому что вот здесь... В логике прогресса. Вот смотрите, у нас же люди вот как мыслят. Вот этот разговор о вагонах, о ночных поездах, он же на самом деле вот именно... Затронен за живое. Он затронен за живое. И это же глубоко укорененное. То есть у нас... Ностальгические воспоминания. Это во-первых. Тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Так хорошо спился. Прекрасный вагон. Да, да, да. Этот чай колеблется в этом подстаканнике, который звенит. Конечно. А потому что мы же ездили. И почти совсем не слышно запах туалета. Да, запах туалета и разговоры... Почти не слышно. И разговоры за этим. Потому что транспорт это бизнес. С одной стороны предприятие, которое обеспечивает транспортировку, это бизнес. Он должен быть эффективным и, соответственно, выгодным для получения. А второе. Те, кто едут, должны больше половины ехать по бизнесу. А те, кто едет по бизнесу, они экономят время свое. А значит опять про скорость. Нам нужны скорости во всем. В том числе и в железной дороге. Тот, кто едет в отпуск или к родственникам в Одессу, так, конечно, пускай едут ночным поездом. А кто-то выйдет рано утром, а после обеда решит вопрос, а вечером уже вернется ночным поездом. Но смотрите, на самом же деле и... И даже тот, кто по бизнесу не едет, тот, кто едет в отпуск, он, когда едет быстрее, он выигрывает время, которое может провести на отдыхе, как было, в том же самом. То есть у нас люди лицелят время по каким-то... Крайний случай, у него сегодня есть право выбора. Да. Хочешь, едь сидя, хочешь, едь лежа. То есть, но мы это право выбора получили только благодаря евро. И задачи, когда государство сказало, ничего не вижу, дайте мне поезда. Если бы этого не было, то не было бы поездов. Смысл в том, что ты сел в 22, а вышел в 7 утра, и целый день свободный. Отлично. Ну, не выспался. Я не знаю, я никогда нормально не могу выспаться в поездах. И если есть возможность ехать 2 часа или 3 часа... Ну, электронный билет не критикует, да, все нормально. Да. Ну, слава Богу. Скоростные поезда, конечно, они не совсем сегодня отвечают правильной модели оперирования. То есть они должны соединять между собой хабы, то есть должны быть пересадочные модели. Ну, так как весь мир живет. Конечно, понимаете, вот эти ночные поезда, если мы уже об этом говорим... Это странно, что мы об этом говорим. Ну, это же нам досталась советская модель. Тогда вообще было Москва-ориентированное все сообщение. То есть мы просто взяли, когда в 91-м году отрезали территорию, то так и остались железные дни. Мы же ничего не поменяли. Поэтому спорный вопрос. Согласен, не стоит на этом акцентировать внимание. Не, ну, людей задевает. Да при чем здесь ностальгия? Это экономия дневного времени. Ну, вот я приезжаю в Днепр, я ехал... И денег на гости. Есть свои преимущества. Я выступал в Днепре. Вот вы меня приглашали, бизнесмел. Я выступал в Днепре. За это месяца, два назад или три. Это уже время быстро летит. Вот я ехал назад в этом ночном поезде. Вот. Где меня порадовали те бумажными стаканчиками. Сказали, скоро будут подстаканники. Будет все как раньше. Говорю, слонов хорошо. Как раньше. Порадовали, я говорю, хорошо, порадовали. Но вот я ехал все в случае. Я не выспался. То жарко, то холодно. Короче говоря, вот приезжаешь, и ты опять хочешь спать. Вот, вот, вот. И весь день на смарку пошел. Мы будем меняться. У нас выхода никакого нет. Нас война заставит поменяться. Вопрос только мы, как быстро это будем делать. К примеру, Укрзалезница, слава богу, сейчас рассматривает несколько важных проектов узкоколейных для территории Украины. То есть понимают важность узкой колеи интеграции. Вот это реальная евроинтеграция. Понятно, что мы не поменяем широкую колею на нашем пространстве за какой-то короткий срок. Но какие-то проекты, которые бы обеспечили пропускную способность для бизнеса. Ведь морские порты будут в зоне риска даже после нашей победы. Там всегда будет что-то. То есть нам нужно диверсифицировать риски. То есть да, как только откроются порты, наверняка будет выгоднее через порт ввести товарооборот с заграничными предприятиями. Но нужно сделать себе альтернативный путь в обязательном порядке. И возможно его государство должно будет субсидировать, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, в отличие от порта. Ведь смешанная энергетика у нас есть. У нас же атомная электроэнергия дает значительно более дешевую энергию. Мы смешиваем это все, делаем что-то среднее. Возможно, здесь тоже нужно будет. Это вопросы будущего. Но обязательно нам нужно интегрироваться, интегрироваться. И, конечно же, в законодательном плане и в сфере свобод. В Японии всего два ночных потяга. Пропуною брат и приходят в Японию. Людей за дело. Ночные поезда в том числе решают вопрос гостилиц и колобят средства. А вот это ключевое слово. Экономить средства. Так проблема же в том, что полибаете. Или в том, чтобы сэкономить средства. В том, чтобы зарабатывать столько, чтобы экономить время. Это другая логика. У нас все сводится к тому, чтобы сэкономить средств столько, чтобы ты не можешь выскочить на новый уровень. Потому что все время экономишь. Я к покойной матери приехал из Киева картошку выкапывать. Она говорит, приезжай выкапывать картошку. Я копал картошку и считал себестоимость. Сколько я потратил на билет? Нет, конечно, я очень был рад увидеть свою мать. Но я считал, сколько я потратил на билет туда-обратно по времени. На это все. И я говорю, смотри, давай я тебе в следующий год просто дам картошку, чтобы вот она была. И все. И ты не тратила свои усилия, не тратила свое здоровье, которое грубится на это все. Но в конкуренции уменьшение затрат – один из важнейших факторов победы конкурентности. Проблема в том, что весь мир развивается в сторону скоростных поездов. И там есть скорости где-то 500 км в час. Ну серьезно, 500 км, ты видишь, как передвигаются люди с сумасшедшими скоростями. Но нам надо обсуждать ночной поезд, который будет 14 часов. Но это дает еще молоко. Ну конечно. Можно ее не помнить. Можно чуть-чуть выжать. И для того, чтобы построить скоростное движение, нужно же накормить эту корову, чтобы появилось скоростное движение. А так еще пока 120, 140, 160, оно же едет. Зачем же вкладывать? То есть это философский вопрос. Я все-таки про экономию хочу сказать, что есть такая поговорка, я ее очень люблю, что в отличие от доходов, затраты нам всегда гарантированы в бизнесе. То есть это единственное, что гарантировано. Поэтому в конкурентной борьбе на рынке услуг или товаров, себестоимость – это важнейший фактор. Конечно, креативы – это все. Поэтому тот, кто сегодня не занимается снижением своих затрат, проигрывает. Однозначно. Поэтому то, что у людей в голове есть экономия – это правильно. Это очень правильный фактор. Но нужно понимать, что когда экономить. Когда время, когда деньги. И все должно быть рационально. Просто многие не понимают ценность времени реальную. Что на самом деле это самый главный ключевой ресурс. Самый главный. Потому что все, что материального, ты можешь переиграть. Но время – это ключевой ресурс, потому что ты не можешь его вернуть назад. Сто процентов. Я никому не желаю пользоваться услугами дорогих адвокатов, когда человек точно знает стоимость времени. Ну да. Когда тебе светит 5 лет, или 7 лет, или 10 лет, или 15 лет. И не за что. Или за что. И когда ты платишь почасовую. Да. Понимаете? Не дай Бог кому-то узнавать такие вещи. Да. Шикарный эфир. Пишуясь от Ивши, что есть спонсором этого каналу. Ликолай Кривохыжа. Ликолай, огромное вам спасибо. И всем тем, кто действительно выступает в качестве спонсора нашего каналу. Чтобы мы могли вот таких крутых и интересных людей, как Евгений, с их огромным опытом вытаскивать. И просто на пальцах объяснять, что без свободы или что ли будет, без скорости или что ли будет, без правильного целеполагания ничего не будет. Ну, я имею в виду, в этой стране. Ну, вот еще интересный фактор. В принципе, мы видим, что вот в военное время, да, в экономике все больше и больше роль государства. Ну, потому что бизнес сужается. А государственные предприятия и так далее, они берут на себя основную долю рынка. И это правильно наверняка. То есть по окончанию войны будет доминировать государство, особенно в вопросах восстановления, строительства нового и так далее. То есть это нормальное явление. Но на какой-то момент государство, когда забрало большую часть экономики, оно должно будет вернуть это все на рынок. И тут вопрос. А возвращение из публичной сферы средств в частную, это же нанесение убытка. Как государство потом ужмется и отдаст это все на рынок? То есть тоже вопрос. Потому что сегодня именно взаимоотношения между государственными предприятиями или государственными институциями и рыночными субъектами являются вопросом рассмотрения уголовного вертикали. Именно антикоррупционной вертикали. Если здесь нет коррупции, если здесь дорегуляция в портах, дорегуляция, кстати, в аэропорт Борисполи были снижены ставки в 2017 году для того, чтобы обеспечить авиакомпаниям большее количество захода. Зашли лоукосты, район эйр и так далее. Зашли только после снижения ставок. Не было бы этого в аэропорту Борисполи. То есть, получается, тот, кто снизил эти ставки, не буду называть этого смелого министра, чтобы не навлекать на него дополнительный интерес. В конечном счете, это было на какой-то период снижения доходов. Однозначно аэропорта, которая только с годами возместилась увеличением пассажиропотока. Но это же разумное решение. Это же логичное решение. Это смелое решение. Это закон экономики. Если хочешь завоевать рынок, то предлагай качественный товар и более дешевый товар. Что сегодня объявила Укрпочта и Укрзалезница? Снижение тарифов под давлением рынка. Для того, чтобы быть конкурентными. Для того, чтобы вырваться из этого советского бреда, в котором мы находимся уже сколько времени. Потому что мы жили в Прессоветском Союзе не только в 70 с лишним лет самого Совка. Но и сейчас мы по-прежнему еще в нем живем. И с болью, и со состраданиями из него вылазим. И для многих это совсем еще не очевидно, что это необходимо сделать. Хотя не очевидно, что вылазим. Да, и не очевидно, что вылазим. Понимание справедливости должно быть всегда в основе. То есть, ну вот смотрите. Оно же вроде бы с одной стороны субъективно. Но тем не менее, его можно, саму справедливость, можно оценивать по реакции общества. Вот что такое общественный договор? Это что мы все понимаем справедливым. И вот стремление к справедливости людей, это как раз то, что делает демократию возможной. А стремление к несправедливости делает демократию необходимой. Так вот, мы в демократическом обществе живем или не в демократическом? Это я просто процитировал одного немецкого философа начала 20 века. То есть, над этим вопросом про справедливость задумывается человечество уже множество лет. Да все, все время. И это стремление к справедливости и приводит к тому прогрессу, который должна быть защита прав собственности. Это все вопросы справедливости. Но мы же почти все одинаково понимаем, что такое справедливость. Осталось только договориться в каких-то аспектах. Ну не может суд принимать несправедливые решения. Ну не может. А если это суд? А если это функция по выкачиванию денег и расстановке галочек, вот как у нас? Ну точно, антикоррупционный вертикаль это не по выкачиванию денег. Это не про деньги, не про личные интересы. Это просто про не до конца понимание. То есть, я рассматриваю это как ошибку. Сбой. Другого я не вижу. Мы все заинтересованы в том, чтобы это работало, работало правильно и справедливо. Понятно, что мы не на Луне построили эти антикоррупционную вертикаль. Она построена из тех же людей из нашего общества. Там такой же процент людей, склонных к несправедливости, и такой же процент людей, которые стремятся к справедливости, как и вообще в обществе. Это срез. Мы, конечно, от нее ждем каких-то идеальных решений, но так не бывает, потому что это же модель нашего общества, которой даны эксклюзивные права по определению законности и коррупции. То есть, это должна быть система, которая саморегулируется, и это как раз активное общество не дает доминировать государству. Государство становится сильнее благодаря законодательству и процессам общества. Должно быть достаточно такой же силы, как и государство, для того, чтобы обеспечивать правильное взаимодействие, справедливое взаимодействие. Поэтому я думаю, что это вопрос времени. Я рассчитываю на то, что справедливость обязательно восторжествует. И не будет таких прецедентов в Украине, которые отобьют желание менеджменту участвовать в строительстве любимого государства. Для этого мы просто должны все время звонить, 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 бить по все колокола, называть вещи своими именами, для того, чтобы тайное становилось явным, для того, чтобы логика восторжествовала. Люди понимали очевидные вещи, которые почему-то, понятно почему, из-за тех экспериментов, которые с нашим несчастным обществом десятилетиями, столетиями проводились. Люди находятся во власти вот этой тьмы предрассудков каких-то, каких-то предубеждений. Есть очень много прогрессивных людей, к счастью, в нашем обществе. И, кстати, я благодарен многим, кто правильно оценил эту ситуацию. И людей вообще не знаю, они что-то пишут, комментируют кейс Дехне как несправедливое событие. И я не теряю надежды, поэтому, что будут изменения, которые позволят... Тут не про меня речь, тут про то, какие прецеденты к чему приведут в самом государстве. Да если вас посадят, то это вообще-то бьет какую-либо мотивацию многих людей вообще идти во власть, вообще идти заниматься каким-либо эффективным управлением, просто обмахнуть рукой на это государство и уехать. И уехать. Смотрите, это и про вас речь, потому что хороших людей нужно вообще защищать. Да. Мы должны быть стаи, вот хорошие люди должны быть стаями, вот стаями доедов, как мы называем. Смотрите, Николай, для того, чтобы вы точно понимали, что я хороший человек, недостаточно мне в эфире здесь рассказать, смотрите, я такой хороший. Я просто хочу сказать, что мы с адвокатами решили, что мы к концу месяца сделаем сайт, на котором мы выложим все материалы дела, они будут доступны всем юристам Украины, и у вас наверняка есть какой-то знакомый юрист, скажет, ну посмотри, а хороший человек Дехне, вот что там в этом решении суда, и когда он вам скажет, что смотрите, ну там действительно несправедливо и незаконно, вы тогда со спокойной душой, доверяя тому человеку, кто вам близок, и вы сможете сказать, да, ну Дехне действительно хороший человек. Посмотрите, у меня, я сам себе юрист, и у меня большая, обширная достаточно практика в моей жизни сложилась так, и в правозащитной деятельности, в ранних годах, там 2005, 2007 и так далее года, и я занимался юриспруденцией без образования фактически, но у меня был и бизнес, и партнеры-юристы, я наработал себе практику, чтобы не опираться на мнение никаких юристов еще дополнительно, потому что там сколько юристов, сколько мнений, а мне нужно мое личное. Так вот я очень быстро ознакомившись с позицией ваших адвокатов, которые в публичном пространстве есть, и это правильно, я увидел вот реальность, и я слышу вас, я позадал все вопросы, которые меня волнуют, даже несмотря на то, что Юра был против, как бы на... Потому что ты мою логику промал, я в другой логике собирался идти. Ну это, кстати, еще всем тем этим, нашим зрителям, которые считают, что у нас какие-то тайные планы, что вот мы, короче, сидим, как бы вот все идет. А коли слова не дают. Да, а коли слова не дают. Вот вам пример, каким грубияном может быть Николаев. А что, у вас нет сценария? Да, да. Я думал, что вы просто мне не предоставили его сценарий на сегодняшний эфир. Мне тоже не предоставляли. А, и тебе не предоставляли. Нет, это проблема наша. Каждый эфир – это творчество. Недоработка. Каждый эфир – это творчество. Где темники офиса президента? Откуда у вас столько свободы? Я не могу понять, вы где воспитывались? Это не в духе нашего общества. Да, 100%. Без сценария, без темы. Надо у вас все отнять и поделить. Вы художники в душе. Да, вот поэтому мне достаточно небольшого количества времени для того, чтобы сделать вывод. Я его сделал, я на вашей стороне, вот лично. И мы не сговаривались об этом. Абсолютно. А вот Юра знает, если бы я увидел нечто другое, я был бы радикально иного поведения и выпадов. Ну, это правда. Поэтому я за то, чтобы конкретно каждый случай разбираться и говорить о том, что да, это человек хороший, я за него. И я сейчас за вас. Спасибо. Спасибо. Желаю удачи. Я так понимаю, апелляция будет, да? Апелляция будет, все будет хорошо. Я не сомневаюсь. Да, желаю победы в апелляции. Медоедам не нужен босс. Медоедам важна цель. Медоедам нужна сеть. Да, и сеть. И это первое. Второе. Тут говорят, что выйдем ли мы на IPO. Я думаю, что выйдем. У нас будет свое IPO. У нас будет свое IPO. Все будет ламповое, теплое. Теплое. С подстаканчиками вот этими. Друзья мои, вы только проверьте законодательную базу. Ничего ли вы при выходе на IPO не нарушите? У нас еще можно... Я так вопрос задам. У нас еще можно соучредителей регистрировать в государственном реестре у предприятий? Можно? Да, конечно. Ну, все. Мы, значит, не нарушим ничего. Ну, слава Богу. Я вас с этим поздравляю. Спасибо. Да, друзья, полайкайте эфир этот. Мне кажется, что у нас сегодня был очень хорошим и разноаспектным, и по экономике, и вопрос свободы, и вопрос госуправления. Завтра у нас по госуправлению будет Кульба с 19.00. С 18.00 у нас будет Алла Пайди. Мы поговорим по Франции, по настроениям там. Много чего интересного есть. Вот, возможно, будет неожиданный гость. Такой вариант, как бы, тоже мы там проговариваем. Вот, так что завтра в 18.00 мы начинаем. Вот, спасибо за то, что смотрели. Подписывайтесь на наши каналы. Все они в описании есть. Вот, вам хорошего вечера. До новых встреч. Пока. Пока-пока. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok